Уважаемые коллеги, мы начинаем второй день нашей конференции. Сегодня будет секция посвящена уже системной лекарственной терапии и метастатических процессов. И мы начинаем с доклада Светланы Анатольевны Проценко, которая расскажет про современные подходы к лекарственному лечению метастатической меланомы. Еще раз доброе утро, уважаемые коллеги. Итак, мы начинаем говорить о метастатической меланоме. Что здесь наиболее важно, на чем следует остановиться? Конечно, ради чего мы с вами работаем, проводим терапию. Мы хотим, чтобы наши больные жили долго и без признаков заболевания, с хорошим качеством жизни. И совсем до недавнего времени мы знали трехлетние результаты общей выживаемости больных, метастатической меланомы. И результаты эти были неплохие, они уже были более 50%. В 2019 году на ЭСМО были озвучены уже результаты пятилетней общей выживаемости у пациентов метастатической меланомы. Представьте, метастатической меланомы на фоне проводимой терапии. И самые, конечно, значимые такие вот цифры получились. Более 50% пациентов переживают пятилетний режим, те, которые получают сочетанную иммунотерапию неволумаб с эпилемумабом. Несколько меньше выживаемость пятилетней у пациентов, которые получают монотерапию чекпоинты ингибиторами, в частности неволумабом. И на таргетной терапии, на сочетанной терапии тоже процент достаточно большой, более трети пациентов. Я напомню, что в 90-е годы результаты лечения однолетней выживаемости больных с метастатической меланомой составлял всего 30%. 30-35% максимум однолетней выживаемости. А сейчас пятилетняя выживаемость при сочетании метастатической меланомы более 50% пациентов. И на сегодняшний день мы располагаем возможностями. Это две различные опции терапии. Это иммунотерапия и таргетная терапия. При выборе той или иной опции мы оперируемся, во-первых, есть мутация у пациента или нет. И возможности, которые есть, они обозначены на этом слайде. И, конечно, мы не забываем, что есть клинические исследования, и они всегда являются приоритетными в выборе терапии. И те центры, которые участвуют в этих клинических исследованиях, об этом помнят, потому что испытываются и исследуются, и не испытываются, даже исследуются все новые и новые препараты в сочетании уже со стандартными возможностями. И на чем бы я еще хотела остановиться? Что вот эти два вида лечения, они совершенно разные. Дело в том, что таргетная терапия, она отличается тем, что она характеризуется достаточно быстрым ответом на лечение. Если мы посмотрим вот на этот слайд, если мы будем применять у пациента, брав позитивного, комбинированную терапию, то ответ наблюдается практически у всех больных, у большинства пациентов. Ну, ответ лимитирован определенным периодом времени, и рано или поздно наступает прогрессирование процесса. А у иммунотерапии ответ не такой быстрый, объективных ответов несколько меньше, однозначно. И лучшие ответы, конечно, когда сочетанную терапию больной получает, но зато ответ может быть более долгий. И безрецидивный период, и общая выживаемость у пациентов на иммунотерапии несколько выше, чем у больных, те, которые получают таргетную терапию. И что остается всегда предметом обсуждения, часть пациентов не отвечает на лечение. В первые месяцы лечения часть больных уходит с признаками прогрессирования, как на таргетной терапии, так и на иммунотерапии. И это становится предметом обсуждения, кому же более эффективна современная терапия. И на сегодняшний день, если мы возьмем практические рекомендации, наши практические рекомендации российские, вот здесь вот русско предоставлено, что вне зависимости от того, имеет пациент брав мутацию или не имеет брав мутацию, всегда предметом выбора является назначение иммунотерапии. Если у пациента нет висцерального криза, как теперь уже принято говорить, то есть нам не нужен быстрый ответ. Чем это оперируется? Теми данными, которыми я уже говорил, это длительные ответы, это длительная безрецидивная выживаемость, и может быть мы часть больных вылечиваем, потому что плата наступает общей выживаемости у пациентов, у части пациентов, и они живут без признаков заболевания достаточно долго. С такими же рекомендациями и выступают иностранные гайдландцы. Например, если говорить о НССН, то тоже предметом выбора у пациентов с метастатической меланомой является иммунотерапия, либо в монотерапии, либо в комбинированной терапии. И только тогда, когда нужен быстрый ответ на лечение, когда клинически прогрессирование идет достаточно бурно, и нам нужен, у нас нет времени для ответа, для того, чтобы ждать, мы назначаем тогда комбинированную таргетную терапию. Надеюсь, ни у кого в этом зале не возникает уже мысли назначать терапию, монотерапию таргетную, она назначается всегда комбинированной, во всяком случае мы к этому идем, потому что эффективность ее выше. И все-таки, когда мы выбираем, чем мы оперируем с вами, есть ли какие-то исследования, которые говорили, что лучше начать с иммунотерапией, а лучше с таргетной терапией. Так вот, на сегодняшний день ни одного рандомизированного исследования, которое бы абсолютно доказало нам, рандомизированного исследования, я повторяю, которое бы доказало, что лучше назначать вот эту терапию, нежели другую, в настоящее время пока не опубликовано. На сегодняшний день тот метаанализ, который приведен, оперирует тем, что таргетная терапия выигрывает в ответе на лечение. То есть в первые месяцы лечения ответ на лечение достаточно быстрый, и здесь определенный выигрыш определенный есть. А иммунотерапия, конечно, здесь выигрыши, как я уже говорила, выживаемости пациентов в длительности ответа. И в настоящее время проходят рандомизированные исследования, результаты их будут опубликованы в 2021 году, и несколько позже мы на них остановимся. Какие метаанализы проведены были по выбору терапии? Вот посмотрите, достаточно большой метаанализ, который включил 15 рандомизированных исследований, исключение пациентов, более 6 тысяч пациентов. И что это исследование показало? Показало, что любая современная терапия и брав ингибиторами, и иммунотерапией, она эффективна. Она однозначно лучше, чем химиотерапия, та, которой мы пользовались до недавнего времени. Частота ответа, объективных ответов выше при использовании таргетной терапии. Но если говорить о выживаемости пациентов, опять же повторяю еще раз, то и длительности ответа. Здесь, конечно, выигрыш идет уже за иммунотерапией, но с другой стороны, нам нужно еще время для того, чтобы реализовался ответ у пациентов, которые получают иммунотерапию. И, тем не менее, вот этот метаанализ показал, что все-таки благоприятный еще профиль и безопасности чекпоинт ингибиторов, если мы их используем в первой линии терапии, он имеет преимущество и является одним из аргументов, который свидетельствует о том, что эту терапию назначать в первой линии более приоритетно, чем брав и мет ингибиторы. Еще одно исследование, такое вот проведено метаанализ, опубликован он был в прошлом году, в конце года, тоже показывает о том, что, во-первых, еще раз повторю, что обе опции и таргетной терапии, и монотерапии – это эффективные методы лечения. И комбинация неволумаба с эпилемумабом, именно комбинированное лечение, оно есть приоритетно в отношении общей выживаемости пациентов. Какие исследования проходят сейчас вам для осведомления? Рандомизированные исследования, которые сравнивают, что лучше выбрать у пациента, убрав позитивных. И вот это исследование, одно из них, оно сравнивает сочетание неволумаба с эпилемумабом, комбинированную иммунотерапию против комбинированной таргетной терапии. Часть больных стратифицирована, причем достаточно большая группа пациентов, стратифицирована в одну группу, часть в другую. И со временем будет происходить кроссовер при прогрессировании процесса. Самая главная точка, на которую будет, на которую ответит это исследование, это влияет или не влияет выбор терапии на общей выживаемости, что лучше выбирать. И следующие точки, это безрецидивный выживаемость, это общий ответ и, конечно, безопасность. И другое исследование, тоже также исследование комбинированной терапии, НИВА-СПИПИ, на сегодняшний день это считается наиболее эффективной опцией иммунотерапии. И другое сочетание других таргетных препаратов, это энкорофениб и бенетиниб. Напомню, что у нас в Российской Федерации зарегистрированы две опции, да, виморофениб с траметинибом и доброфениб с мекенистом. А энкорофениб и бенетиниб зарегистрированы в США, зарегистрированы в Европе, но пока в нашей стране не зарегистрированы. Это третья опция таргетной терапии. Механизм действия, он у них един, некоторые различия есть в побочных эффектах, но в принципе препараты, они такого же действия, это тоже самое таргетная терапия. И вот это исследование тоже подразумевает включение больших групп пациентов, и при прогрессивании процесса будет происходить кроссовер, и опять же, тот ответ, который мы ждем, что повлияет, что лучше повлияет на общую выживаемость пациентов. Что нам выбрать у пациента, брак позитивного, таргетную терапию или иммунотерапию. Повторяю, результаты этих исследований мы ожидаем в следующем году. Когда врач выбирает ту или иную терапию, на что мы можем сегодня оперировать, кроме того, что вот, например, мы видим у пациента висцеральный крест, что на сегодняшний день является приоритетным. Ну, еще раз напомню, что таргетная терапия доброфенип с траметинибом эффективный достаточно метод лечения пациентов. И посмотрите, пятилетние результаты выживаемости пациентов безрецидивные, 19%, пятая часть пациентов живет без прогрессивания процесса 5 лет. Здорово, правда? И пятилетняя общая выживаемость больше 30%. И если мы посмотрим другое сочетание, это виморофенип с кабинетинибом, один из первых препаратов, который был зарегистрирован для лечения метастатической меланомы, 4-летняя выживаемость, тоже более 3-ти пациентов. На что мы можем с вами ориентироваться, когда выбираем таргетную терапию? Наверное, не открою для вас какого-то секрета, практически все врачи смотрят и при назначении терапии, и в процессе лечения уровень ЛДГ, лактадогидрогеназа. И повышение этого уровня является неблагоприятным фактором. Следующий, какой может быть еще фактор? Это количество метастатических очагов, не количество даже, а количество задействованных органов, и особенно висцеральных органов, таких как печень, какие изменения, как центральная нервная система. Плюс что еще? Состояние пациента. Конечно, идеальный пациент, когда он в хорошем состоянии, когда у него практически нет метастатических очагов и висцеральных, когда он в удовлетворительном состоянии, и ожидаемая эффективность у этих пациентов высокая, и живут они, как правило, дольше. Если мы посмотрим на эти цифры, посмотрите, трехлетняя выживаемость пациентов с неблагоприятным прогнозом 70%, а с неблагоприятным 7%, в 10 раз меньше. Значит ли это, что мы пациентам не будем назначать современную терапию? Думаю, что нет. Правда? В любом случае нет, потому что в любом случае пациент от современной терапии выигрывает больше, чем от стандартной химиотерапии. Эффективность стандартной химиотерапии, я имею в виду золотой стандарт депербозин, который много-много лет у нас был в нашем арсенале, который не уходит до сих пор с нашей практической деятельности. Его эффективность где-то 6-8%. Таксул, карбоплатина, в принципе, они равнозначные режимы химиотерапии. Тем не менее, мы им пользуемся, они имеют свое место. Но, однако, мы помним об этих всех факторах. И при выборе терапии мы ожидаем, мы должны предсказывать, и с больным беседовать, и самим себе составлять определенный план, что мы ожидаем от лечения данного пациента. И кто еще отвечает лучше на терапию, так интересно, тут дольше и живет. Посмотрите, вот эти вот кривые, они очень интересны. Те пациенты, которые отвечают, у них полный ответ на лечение, то есть опухоль исчезает, у них 5-летняя выживаемость почти 50% на таргетной терапии. А у которых столько стабилизации процесса или частичный ответ, стабилизация вообще только 1% переживает 5-летний режим. А те, которые ответили частичным ответом, то есть опухоль сохраняется, еще не ушла полностью, 5-летняя выживаемость составляет 16%. И опять же обращу внимание, видите, в первые месяцы лечения часть больных уходит от ответа, уходит с признаками прогрессирования. Это как раз та категория пациентов, о которых мы с вами и говорили. Это повышенный ЛДГ, это большая опухолевая масса и неудовлетворительное состояние пациентов. Поэтому это остается проблемой, в принципе, лечения пациентов, и не только при меланоме, и при других заболеваниях тоже. Если мы говорим об иммунотерапии, какие предикторы на сегодняшний день отвечают? Я не буду останавливаться долго на этом слайде, только еще расскажу, что, конечно, 5-летняя выживаемость метастатической меланомы на сегодняшний день – это фантастические цифры. Потому что я начинала работать в конце 80-х годов, и метастатическая меланома – это инкурабельное заболевание всегда считалось. Тот выбор терапии, который существовал, не позволял нам видеть пациентов через год, через два, через три. Они уходили достаточно быстро. Сейчас эта цифра, ну, конечно, 52% на комбинированной терапии – это здорово. Но, однако, мы помним тоже, что далеко не все пациенты отвечают на лечение. И мы это должны тоже помнить. И чтобы больной ответил на иммунотерапию, нам нужно время, чтобы реализовался иммунный ответ. Такого быстрого ответа, как на таргетной терапии, как правило, не бывает. И вот это очень хорошо видно вот на этом графике безрецидивной выживаемости. Посмотрите. Вот на первом обследовании, когда мы подводим итоги у пациента, насколько эффективна терапия, часть больных уходит с паблицирования процесса. Они не чувствительны к иммунотерапии. Да, это эффективные препараты, но не все пациенты отвечают на эту терапию. И мы должны тоже об этом помнить. И какие же у нас есть факторы, на которые мы можем с вами ориентироваться, кроме того, что процесс протекает более активно, бурно. Что еще, какой фактор еще можно использовать для того, чтобы ответить. Все-таки ответит больной на лечение, какой предиктивный фактор, и что лучше ответить. На сегодняшний день мутационная нагрузка опухоли, она не является стандартом определения выбора тактики. У нас есть на сегодняшний день PD-L1, PD-L1, экспрессия PD-L1. Но в настоящее время этот фактор, он не является тоже стандартом выбора. И хотя, например, выбирая терапию, кому назначить невосыпь, например, в комбинированной терапии, которая достаточно, кроме всего прочего, и кроме эффективности, она еще достаточно имеет большой процент нежелательных явлений. Третья-четвертая степень, 60% пациентов имеют тяжелую токсичность. И мы должны думать с вами, что мы ожидаем эффективности, а с другой стороны, какая может быть токсичность при этом. Так вот, при выборе терапии, может быть, и можно определять данный фактор, например, PD-L1, и он нам поможет несколько. Но это является нестандартом. Плюс еще раз повторю, на сегодняшний день все современные препараты для лечения меланомы, они более эффективны, чем те, которые были у нас раньше. Поэтому больной, скорее всего, все равно получит выигрыш больше от лечения современными препаратами, нежели от химиотерапии. И в настоящее время посмотрите, сколько различных и молекулярно-генетических маркеров используется, исследуется, чтобы нам ответить на вопрос, что же является предиктором ответа на иммунотерапию. И если говорить о PD-L1, то исследования, которые уже приведены, они доказывают, что те пациенты, которые имеют более высокий PD-L1, у них эффективность, общая выживаемость выше, чем у тех, у которых PD-L низко. И это доказывается несколькими исследованиями. Причем разница, как видите, в 14%, достаточно большая разница в безрецидивной выживаемости на пемброризумабе. И если говорить о тех рекомендациях, которые существуют, у нас в рекомендациях также прописано, что это не PD-L, не является стандартом. В НССН это написано, что он может быть использован для выбора терапии, но он требует еще доказательств и относится к группе 2B, то есть говорит о том, что требует подтверждений клинических исследований. То есть вопрос на сегодняшний день это остается открытым. И когда мы выбираем у пациента, что назначать, монотерапию или комбинированную терапию, если в таргетной терапии, мы уже все знаем, что лучше комбинированная терапия, нежели монотерапия, это прописано. А при иммунотерапии где может быть выигрыш? Это бессимптомное поражение головного мозга, это повышение уровня ЛДГ в 2 раза, однозначно сочетанная терапия будет более эффективна. И наличие мутаций в генеоперах. Я не буду далеко заходить, потому что у нас еще будут отдельные доклады, посвященные этой теме, на чем я хочу остановиться, что посмотрите, как интересно. Те пациенты, которые получали комбинированную терапию, неболумаб с эпилюмабом, в течение 5 лет большинство из них не нуждается в каком-либо лечении, потому что у них продолжается ответ. И что сейчас происходит? Плохо слышно, да? Хорошо. И что сейчас еще интересное происходит? Конечно, идут дальше исследования, и встает вопрос, а может быть вообще все комбинировать вместе? Например, иммунотерапия с таргетной терапией. Будет от этого выигрыш какой-то или нет? Тем более, есть доказательства, что сочетание BRAF-ингибиторов с мег-ингибиторами, с иммунотерапией, оно имеет свое преимущество. И повышается при этом экспрессия клеток, CD4, CD8, и обеспечивается неплохой ответ. Вот небольшое исследование, которое я вам хочу показать, которое было продемонстрировано на ЭСМА. И посмотрите, общий ответ. Здесь пациенты включены. Это небольшое исследование. Пациенты включены, которые уже получали некогда неволумаб с эпилюмумабом. У них объективный ответ, смотрите, 91%. А те пациенты, которые были рефрактерны к проводимой терапии антипеди-1, у них ответ 83%. И в настоящее время, посмотрите, сколько много исследований проходит комбинации иммунотерапии и таргетной терапии. Мы участвовали в нескольких исследованиях, например, применение таргетной терапии виморфиниба с кабинетинибом и отезолизумабом. И эти исследования, результаты будут доложены сейчас на АСКО, поэтому мы не имеем права даже раскрывать пока эти результаты. Но я думаю, что они будут интересны. И у нас вопросы возникают, а всем ли нужно пациентам будет проводить эту комбинированную терапию, что за этим стоит, какова токсичность, а что делать, прогрессирование наступит, что тогда нам назначать этим пациентам. Правда? И, может быть, мы тоже идем не по той ветке, мы все время идентифицируем лечение, а, может быть, изменить режимы лечения, может быть, сначала провести таргетную терапию, дожидаться максимального ответа и назначить иммунотерапию. И такие исследования в настоящее время тоже проходят. Не доводить время до прогрессирования, чтобы потом назначать иммунотерапию. То есть здесь вопросов еще остается достаточно много. Еще хочу сказать, что большое очень достижение при поражении головного мозга использования как таргетной терапии, посмотрите, так и иммунотерапии. Мы стали лечить пациентов с крайне неблагоприятным прогнозом. И эти пациенты, посмотрите, живут не так уж и мало. 36 месяцев, 3 года больные, получавшие комбинированную терапию, неволумаб, сепелимумаба, почти 50% они живы. Результаты, которые, конечно, впечатляют. И буквально несколько, для того, чтобы не усвоился несколько материал, вопросы к вам. Давайте порассуждаем. Чисто клинические случаи, которые обсуждали вместе с мировыми экспертами. 79 лет, мужчина, меланома, четвертая стадия, метастазы в легких, без клинических проявлений. У него ишемическая болезнь, инфаркт миокарда в анамнезе, он в хорошем состоянии. У него нет мутации. Уровень ЛДГ выше нормы. Как вы думаете, что вы назначите в этом случае? Каждый подумал? Ну, посмотрите, что назначили у нас эксперты. Практически все за то, чтобы назначить монотерапию. Пожилой человек с инфарктами в анамнезе, но в хорошем состоянии. И один из экспертов назначил все-таки неволумаб сепелимумабом. Следующий случай. Женщина 60 лет. У нее даже сейчас распространенная меланома. Она в хорошем состоянии. У нее ЛДГ в норме, но у нее метастазы в легких, в печени. Браф она негативная. Что делать в этом случае? Браф негативная. Ну, согласны? Так бы вы назначили или нет? Так назначили. Сочетанную терапию. Изменяем. Та же женщина. Та же женщина. Но у нее браф мутация. Напомню, ей 60 лет. Она в хорошем состоянии. У нее ЛДГ в норме. Но у нее в легких метастазы, в печени метастазы. И она браф позитивная стала. Там была она браф негативная. Что назначим? Каждый подумал для себя. Но смотрим, что назначили наши эксперты. Посмотрите, удивительно. Только один эксперт назначил таргетную терапию в этом ситуации. У нее нет клинических признаков. Большая надежда, что мы ей назначим сначала иммунотерапию. Дождемся иммуного ответа. Потому что опухоль достаточно высоко иммуногенная. А уже потом, в второй линии, мы назначим браф ингибиторы с мег ингибиторами. Которые тоже достаточно эффективны. Вот. Так интересно. И один из исследователей говорит, конечно, неплохо клиническое исследование. Вообще было бы здорово. И мы посмотрим, на что лучше отреагировать. Таким образом, конечно, то, что мы продвинулись далеко вперед в лечении метастатической меланомы, на сегодняшний день ни у кого не вызывает сомнений. Однозначно. Но оптимально, что лучше выбрать пациенту, на сегодняшний день остается абсолютно нерешенным вопросом. И факторами выбора являются, конечно, мы все-таки ориентируемся, есть браф мутация или нет мутации. Состояние пациента. Это наличие висцерального криза. Степень распространения опухолевого процесса, сопутствующего заболевания. И мы ждем, конечно, клинических исследований. Что нам скажут данные исследования, в которых мы тоже активно участвуем. Спасибо вам большое. Добрый день, уважаемые коллеги. У кого-то есть вопросы? Светлана Анатольевна. Спасибо, Светлана Анатольевна. Такая интересная лекция. Татьяна Юрьевна. Светлана Анатольевна, если я вот благодаря вашей, как всегда, блестящей лекции, то есть сейчас однозначно, даже несмотря на браф мутацию, предпочтение отдается двойной комбинации, поскольку опухоль достаточно высоко иммунокомпетентно, вопрос в другом. А все-таки браф ингибитор оставляет на режим поддержки или при прогрессировании? Вот как вы видите? По сегодняшнему, да, Татьяна Юрьевна, уважаемая Татьяна Юрьевна, спасибо за наше внимание к нашей теме. Что я хотела сказать, что да, сегодня приоритетно это иммунотерапия. Выбирать комбинированную терапию или монотерапию, это, конечно, зависит от того, в каком состоянии пациент, какая может быть ожидаемая токсичность лечения, то есть выбор индивидуальный к данному пациенту. Но если нет у него клинических признаков прогрессирования заболевания, более эффективно назначать иммунотерапию. По всем стандартам, которые у нас прописаны, написано везде до прогрессирования процесса. Нигде не оговорено, сколько времени нужно лечить пациента. Но на деле то, что мы видим, предел какой-то существует в любом случае. И есть пациенты, которые у нас получали более двух лет иммунотерапии, но, как правило, все равно как-то ограничиваемся сроками. Когда прибегать к браф ингибиторам в случае, если пациент запрогрессировал, в случае прогрессирования процесса, здесь поддерживающая терапия пока не прописана. А вот если у больного есть браф мутации и клинические признаки, опять же, по стандартам мы его лечить должны до прогрессирования. Но по нашим наблюдениям, все-таки мы думаем, может быть, это не совсем правильно дожидаться прогрессирования и потом переходить на иммунотерапию. Но стандарты, они подписывают нам так, до прогрессирования процесса. А дальше мы должны уже определять дальнейшую тактику. Но я думаю, со временем появятся, наверное, те опции альтернирующих режимов, потому что это будет обосновано. Есть еще вопросы? Светлана Анатольевна, скажите, пожалуйста, есть ли место лучевой терапии в настоящее время при лечении меланомы? В общем, одно время, когда я еще начинала работать, лучевая терапия практически не применялась, потому что она считалась абсолютно неэффективной для лечения меланомы. Сейчас возможности воздействия лучами стали более широкими и более такими таргетными, бы я сказала. И да, есть место. Есть место определенное. Например, нам не обойтись без наших радиологов при лечении больных с поражением головного мозга однозначно. Есть интересное направление, которое однозначно получит направление, это обскопальный эффект, когда мы облучаем какой-то один из очагов, а получаем системный ответ, эргрейс в других очагах. И с палеотивной целью. То есть я думаю, что опции будут расширены намного. Хорошо, спасибо большое. Есть еще вопросы? Все тогда. Спасибо большое, Светлана Анатольевна. Да, и следующее раскроет нам проблему иммунотерапии с современными возможностями и рекомендациями. Это Алексей Викторович Новик. Доброе утро, глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые коллеги. Светлана Анатольевна, в принципе, упростила сильно задачу, потому что мне остается только сфокусировать какие-то подходы к особенностям иммунотерапии, применения иммунотерапии при меланоме. Как уже говорила Светлана Анатольевна, у нас, в принципе, есть большой выбор и большой перечень опций выбора при метастатическом меланоме. Мы можем, в общем-то, достаточно произвольно переключаться между этими режимами. Конечно, нам сложно сейчас оценить в целом, какая стратегия будет лучше, потому что благодаря такому большому количеству лечебных опций, которые у нас сейчас есть, у нас появилось большое пространство для выбора и для комбинирования. Фактически, каждая стрелочка на этом слайде требует своего отдельного рандомизированного исследования по сравнению со всеми остальными стрелочками. Это довольно-таки трудно, и нам надо лучше, безусловно, принимать заболевания для того, чтобы оптимизировать этот путь. Но, тем не менее, я сегодня остановлюсь только на трех опциях, которые у нас есть, и хотелось бы осветить те, наверное, новые данные, которые были получены в последний год. У нас нет, по большому счету, новых опций в иммунотерапии меланомы, которые появились бы в 2019 году. У нас все тот же арсенал средств. У нас антипедиодинтерапия, комбинация антипедиодинтерапии с антициталя-4 терапией. Но что мы узнали? Во-первых, были доложены большое количество пятилетних результатов наблюдения, и оказалось, что иммунотерапия действительно позволяет многим пациентам прожить долго, прожить долго не только без заболеваний, но и без лечения. Фактически, вы видите здесь на данных графиках синие участки случаев. Это те случаи, когда пациенты закончили лечение, но у них не было прогрессирования. Вы видите, большинство из этих случаев продолжающихся. Это довольно-таки большой процент случаев, и 90% ответов в данном случае, это исследование с пембролизумабом, они продолжаются свыше 5 лет. Так что это может продвинуть нас к мысли о том, что мы можем вылечить наших пациентов. Чекмейт 004 – это неволюмаб. Завершение терапии после максимального ответа. Я хочу отметить, что здесь это особенная подгруппа пациентов. Если мы в других локализациях, например, при раке легкого сомневаемся, стоит ли нам прекращать иммунотерапию, потому что есть исследование, что пациенты, которые получали иммунотерапию год, а не два года, они живут хуже. То есть здесь мы видим другой пример, противоположный пример. Здесь пациенты закончили лечение. Мы помним, что вот эта точка – это стандартная точка окончания лечения по иммунотерапии – два года. Мы не рекомендуем ни в каких рекомендациях лечить пациентов после этого срока. Но посмотрите, кто-то закончил меньше 6 месяцев, получил. Кто-то закончил на уровне 12 месяцев. То есть здесь многие пациенты, достаточно значимое количество, имели псевдопрогрессирование. То есть было прогрессирование пациентов по системе РЕЦИС. Пациенты продолжали лечение, закончили через два года. Посмотрите, как долго у них длится ответ. Практически эти ответы не заканчиваются. Это говорит о том, что даже после достижения какого-то значимого клинического ответа мы можем относительно безопасно завершить терапию. В условии отсутствия причин для остановки такого лечения, потому что меланома настолько иммуночувствительна. И это повод для дальнейшего изучения этой опухоли. Возможно, два года и чрезмерное лечение для каких-то пациентов. Но уже не говоря о финансовой стороне вот этого вопроса. Лечение в случае завершения лечения по поводу нежелательных явлений. Мы знаем, что бывает иммуно-опосредственно нежелательные явления на комбинированной иммунотерапии. Это достаточно высокий процент пациентов, которые закончили по поводу этих нежелательных явлений на монотерапии. Как здесь показано, это более низкий процент. Но тем не менее, посмотрите, это 37 больных, которые завершили лечение по поводу нежелательных явлений. У некоторых из которых, у небольшой части, было псевдопрогрессирование, они не лечились. Но тем не менее, у них был достаточно неплохой ответ. Мы видим, что пациенты закончили достаточно рано, но эффекты практически ничем не отличаются от предыдущего графика. То есть окончание по поводу нежелательных явлений не является негативным фактором. Да, большинство пациентов очень переживают, что им отменяют лечение, потому что они верят в него и боятся, что им сейчас отменят лечение, и у них пропадет эффект. Вот эти данные говорят нам о том, что если мы отменили лечение по поводу нежелательных явлений, потому что мы вынуждены длительно применять глюкокортикоиды, например, больше трех месяцев, это что является поводом. Или если у нас выражены нежелательные явления, третья-четвертая степень, требующие отмены иммуно-онкологических препаратов, это не влияет на эффективность терапии. Прогрессирование процесса. Прогрессирование процесса тоже неоднозначная ситуация в иммуно-онкологических препаратах. Мы на сегодняшний день имеем несколько способов оценки эффективности лечения. Это стандартная оценка РЕЦИСТ, которая разработана преимущественно для химиотерапии, немножко адаптирована для таргетной терапии, но не покрывает всех вариантов ответа на иммуно-терапию. Это иммунозависимые варианты оценок, тот же АЕЦИСТ или АЕРСИ, две разные системы, но которые говорят об одном и том же, что появление нового очага, как в системе РЕЦИСТ, не является однозначным признаком прогрессирования процесса. Приходится применять не только дополнительные оценки, дополнительно подтверждать прогрессирование процесса, но и серьезно разбираться в том, насколько действительно клинические есть признаки прогрессирования процесса, насколько значимы события, которые сейчас происходят и можно или нельзя продолжать лечение. В любом случае, продолжение лечения в данной ситуации у многих пациентов оказалось довольно-таки эффективным, и даже прерыв в лечении, несмотря на то, что у пациента было прогрессирование процесса, пациенты не получали в дальнейшем лечении, тем не менее имеют довольно-таки неплохие результаты по продолжительности жизни. Что касается комбинированной терапии, то, безусловно, пятилетние результаты здесь впечатляют. То, что говорил уже Светлана Анатольевна, пятилетняя, выживаемость на комбинированной иммунотерапии 36%. Это намного выше, чем мы ожидали когда-либо, и намного выше, чем исторические контроли. Но что хотелось бы сказать, что скорее всего мы достигли наконец-то плата в комбинированной терапии. Вы видите, здесь практически не происходит снижение показателей. Это в пределах погрешности измерения, потому что снижение показателей это может быть и по другим причинам. В конце концов, у нас пациенты не могут долго оставаться без событий. События могут при длительном наблюдении возникать уже не в связи с основным заболеванием. Поэтому здесь мы видим, что относительный риск у нас достаточно высокий по сравнению с монотерапией неволюмабом. Но однозначно здесь имеется выход на платы, который мы ожидаем, и который может нам говорить о том, что мы действительно можем вылечить пациентов. Потому что риск прогрессирования будет ниже, чем риск, собственно говоря, заболеть снова в популяции. Важный, как мне кажется, график и важная новая конечная точка – это то, что с пациентом происходило после. Мы лечим пациентов, они остаются в достаточно хорошем состоянии, не достигают хорошего эффекта. И когда они прогрессируют, они имеют реальную возможность с него в очередной день получать другое лечение. И у нас появляется вторая опция, которую мы можем оценивать, а с какое время прошло между окончанием лечения на фоне текущей линии терапии с помощью мононкологических препаратов и началом другой линии терапии. То есть у нас новое оцениваемое состояние, сколько пациент прожил без лечения и без прогрессирования. И мы видим, что здесь самые большие показатели – это, конечно, комбинированная монотерапия. Потому что пациенты заканчивают лечение даже на фоне короткого промежутка исследуемого лечения, которое указано здесь фиолетовыми столбиками, пациенты живут довольно-таки долго. Неволюмаб лучше переносится, поэтому длительность лечения здесь больше. Но и количество пациентов, которые живут без лечения, меньше. И посмотрите, сколько вариантов лечения получают пациенты после пилюмумаба. Это понятно, что это первый в классе препарат. Это наименее, наверное, активный на сегодняшний день препарат. Но, тем не менее, и у них есть тоже ряд пациентов, которые живут долго без всякого лечения. Однако при пилюмумабе, конечно, последующее лечение требуется гораздо большей доли пациентов. Что касается последовательности применения, безусловно, у нас сейчас есть пока данные только вторичных анализов после завершения исследования, мета-анализов, о некоторых уже говорила Светлана Анатольевна. Что можно сказать? Что, да, наверное, на первой линии терапии, если мы смотрим по эффекту, если мы оцениваем время до прогрессирования в течение первых шести месяцев, ну, не более года, выигрывают, безусловно, брафингибиторы. Если мы берем более длительную отсечку времени, то начинают выигрывать иммунотерапия. Иммунотерапия, в принципе, тяжелее работает, безусловно, после брафингибиторов, но с чем это связано? С применением самих брафингибиторов или с тем, что сама по себе брафмутация является довольно-таки тяжелым объектом для воздействия с точки зрения иммунотерапии, это неясно. Тем не менее, даже при использовании препаратов после брафингибиторов мы можем получить довольно-таки хороший результат лечения. Ну, вот пример исследования, которое, наверное, было одним из самых первых. Да, пациенты, которые получали иммунотерапию в первой линии, в этом исследовании оказались, жили немножко хуже. Пациенты, которые получали иммунотерапию без брафмутации, жили лучше. Но в группе с брафмутацией у этих пациентов была просто большая частота поражения головного мозга. То есть это были более тяжелые пациенты. Это вторичное исследование, оно подвержено некоторым смещениям, потому что это не специальная рандомизация пациентов и не прямое сравнение в контролируемых условиях. Какова же эффективность терапии ингибиторами браф после антипедиодин, если мы выберем другую тактику? Да, эта эффективность может немного изменяться. Это прежде всего выше частота нежелательных явлений. Мы сейчас в нашей клинической практике начинаем сталкиваться с этой ситуацией. Антипедиодин терапии брафингибиторы стали более доступны. Многие назначают антипедиодин терапию в первой линии лечения. При прогрессировании логично мы переходим на вторую линию и видим новые нежелательные явления. Более агрессивные нежелательные явления, которых мы не ожидали на брафингибиторах. Например, такие как синдром выброса цитокинов. Или неожиданно высокая частота, например, синдрома Стивенса Джонсона, связанного с иммунными комплексами. Это бывает на фоне просто самих брафингибиторов. Но, скажем так, довольно-таки резкие и довольно-таки ранние такие синдромы, они все-таки заставляют насторожиться. И кроме того, хотелось бы обратить внимание, что брафингибиторы пациенты получают дома. И в практическом звене это довольно-таки тяжелая ситуация, потому что многие пациенты находятся на удалении от онколога. Им просто сложно куда-то обратиться, а доктора общего звена не всегда знают, как управляться с такими видами терапии. Ну и кроме того, все-таки убрав ингибиторов после иммуно-онкологических препаратов, показатели эффективности хуже. Длительность лечения в среднем 5,8 месяцев, медиана общей выживаемости 15,6 месяцев. Но это по данным первых исследований опять-таки. Ну и вот был проведен многоцентровой анализ, по которому Светлана Анатольевна уже затрагивала, который показал, что проведение терапии антипедиадин ингибиторами, оно несколько лучше по выживаемости, статистически значимо лучше, чем начало терапии с первой линии с ингибиторами браф и мек. И что интересно, что в этом исследовании оказалось, что получено пограничное значение в различиях комбинации терапии, потому что вот эта темная кривая, это применение доброфениба и траметиниба, да, это статистически незначимое отличие, но опять-таки это не рандомизированное исследование, и оно не обладало такой же большой мощностью. Если мы с иммуно-онкологическими препаратами разницами не видим в принципе, то с комбинированной терапией браф и мек ингибиторами доброфениб-траметиниб, фиморфениб-кубиметиниб, здесь расхождения какие-то есть, надо изучать, почему они произошли. Но тем не менее это одно из первых исследований, которое показало потенциально возможное наличие различий. Обобщенные результаты анализов, опять-таки терапия комбинированная иммунотерапия и комбинированная таргетная терапия. Мы видим преимущества на самой начальной фазе, которые потом нивелируются к 12 месяцам лечения и меняют свой знак к 2 годам наблюдения. Похожие очень результаты на виморфенибе и кубиметинибе. Мы можем сказать, что в целом нам надо выбирать пациента подлежащего таргетной терапии и подлежащего иммунотерапии, потому что однозначно здесь есть 2 категории пациентов. И вот эти пациенты от иммунотерапии, скорее всего, не выигрывают. А вот эти пациенты, они, безусловно, выигрывают от комбинированной иммунотерапии, просто от монотерапии. Вторая линия терапии. Прогрессирование на фоне антипедиодин лечения. Тоже специализированное исследование, которое показало, что наибольшие, наилучшие результаты получаются пациенты, которые прогрессируют на антипедиодин терапии и получают потом комбинацию иммуноонкологических препаратов. На комбинированной таргетной терапии результаты были несколько хуже, скажем так, у них. Однако варианты эпилемумаба, брафимекингибиторов здесь существенно не отличались, здесь все сравнивали с эпилемумабом. Поэтому здесь опять встает вопрос выбора пациентов, потому что мы видим, что кривые до определенного момента не различаются. Дальше выходит явно вперед пациенты, у которых получали комбинированную иммунотерапию. Это говорит о том, что меланома, которую мы лечим, даже пусть она, собрав мутацию, это гетерогенное заболевание, которое требует внимательного отношения. И не всегда одна лечебная опция будет лучше, чем другая лечебная опция. Вот была проведена попытка фармакоэкономического анализа посмотреть, где с минимальными ресурсами можно получить максимальное количество лет качественной жизни, по сути, купить жизнь для пациентов. Исследование сравнивало две стратегии. Это стратегия проведения сначала комбинированной таргетной терапии для больных с брав мутацией, потом проведения иммунотерапии в монорежиме. Вторая стратегия – это проведение монотерапии антипедиатин препаратами, потом брав ингибиторами. И третья стратегия – это комбинированная иммунотерапия с последующей комбинированной таргетной терапией. Как мы понимаем, если с финансовой точки зрения смотреть, то вроде бы это самый дорогой вариант лечения. Потому что у нас два препарата иммуно-онкологических, два препарата таргетных, однако это оказалось, если мы посмотрим и по стоимости года качественной жизни, это оказалось самым дешевым вариантом, и по количеству добавленной жизни это оказалось самым эффективным вариантом. Если мы говорим про преимущественную и вероятность того, что одна или другая стратегия будет более эффективна, то тут мы должны несколько осторожно относиться к этому исследованию, потому что это все-таки рассчитано для Великобритании. Фармакоэкономический анализ надо проводить в той стране, которая, ожидается, будет применима, потому что пороги готовности пройти разные. У Великобритании на тот момент порог готовности платить был обозначен вот здесь, и тогда самая эффективная оказывалась комбинированная иммунотерапия, потом комбинированная таргетная терапия. У нас порог готовности платить ниже, и у нас, безусловно, преимущество может оказаться до какой-то степени у таргетной терапии с последующим переходом на антипедиа-1 терапию. Опять-таки, к этим данным надо относиться с осторожностью, но понимать, что в разных условиях, с разной стоимостью наши выводы о том, что более эффективно для здравоохранения в целом, могут быть различны. Что касается прогностических факторов, сейчас, безусловно, ведутся невероятно большие усилия для того, чтобы выбрать прогностические факторы, и все-таки как-то разделить наших пациентов, кому нужна иммунотерапия, кому нужна таргетная терапия, кому нужна последовательность, и вообще, когда переключаться. Светлана Анатольевна уже рассказывала про разные прогностические факторы, которые известны, я на них не буду останавливаться. Мы знаем, что есть определенная связь с полом, есть определенная связь даже с индексом массы тела, потому что это отражает гормональные взаимоотношения. Но вот я немножко остановлюсь на PD-1 терапии и не буду затрагивать остальные факторы, потому что они изучаются. Там много противоречивых исследований. Такого фактора, который мы можем здесь и сейчас взять в клиническую практику и принять решение на основании него, нет. И не потому, что эти факторы не влияют на эффективность лечения. Они влияют. Мы можем разделить пациентов, у которых будет лучший ответ и хуже ответ. Но проблема в том, что у пациентов, у которых даже будет хуже ответ на иммуно-онкологические препараты или на современную таргетную терапию, они также хуже отвечают на другие методы лечения. Их все равно надо лечить. И этот ответ даже хуже, чем у пациентов с другим перечнем прогностических факторов, он все равно лучше, чем на других методах терапии. В этом проблема, а не в том, что мы не можем выделить, кто лучше или хуже лечится. Вот сама мутация BRAF как фактор прогноза эффективности терапии. Вы видите, что при наличии мутации BRAF у нас гораздо больше преимуществ в комбинированной иммунотерапии, чем при ее отсутствии. Фактически при ее отсутствии антипедиодинтерапия и комбинированная иммунотерапия дает одинаковые результаты. Разница здесь минимальна, хотя она есть. Уровень ЛДГ. Если ЛДГ в норме, то есть неблагоприятного фактора нет, достаточно одной антипедиодинтерапии. Как только ЛДГ становится выше нормы, эффективность любого варианта лечения понижается, но размер эффекта на комбинированной терапии выше, чем размер снижения. И вот это само снижение нам еще только предстоит оценить. На самом деле есть предположение, что комбинированная иммуно-онкологическая терапия нужна для пациентов с более тяжелым состоянием, с более тяжелым нарушением функции иммунной системы, чтобы преодолеть неблагоприятные прогностические факторы. Если этих факторов неблагоприятных нет, то вполне возможно, что иммунотерапии будет достаточно. Другой вариант, который изучается. Вы видите, что тут нет однозначного какого-то разделения пациентов на группы. Мы не можем провести линию где-то и сказать, что в одной группе пациентов будет с позитивным ответом лучше, а это синенькие точки, в другой группе пациентов с негативным ответом будет больше. Но, тем не менее, разделять пытаются и достаточно успешно это получается. Мы видим, что разные результаты получаются для комбинированной иммунотерапии. Здесь три квадрата с преобладанием синих точек. Хуже разделение получается для монотерапии, еще хуже для эпилемомаба как менее эффективного способа лечения. Но, тем не менее, это нам дает какие-то подсказки для того, чтобы начать. Безусловно, те генетические профили, которые измерялись, они пока что неприменимы в клинике. Но это один из вариантов, один из подходов к нахождению этих пациентов, которые ответят и не ответят. Опять-таки вопрос. Тут включались в негативный ответ пациенты за стабилизацией заболевания. Но мы прекрасно знаем, что есть люди, у которых стабилизация длится годами. И есть люди, у которых, к сожалению, частичный регресс заканчивается через 2-3 месяца после его возникновения. Как разделить этих пациентов? Здесь не анализировалось, и это тоже надо учитывать. Потому что нас интересует длительный постоянный ответ. И вот тот показатель, время без лечения, он, наверное, ключевой в данном вопросе. Оровень интерлекин-6. Уже то, что более просто можно померить, но мерится, естественно, не везде. Мы видим, что универсальный прогностический фактор, большее значение имеющее при неволюмабе, при начале терапии с неволюмабом, чем при начале терапии с эпилемумабом. Но, тем не менее, хорошо разделяющих пациентов по выживаемости на основании бинарного разделения. Высокие и низкие уровни. Надо понимать, это переменная непрерывная. Коллеги довольно-таки условно разделили ее выше медианы, ниже медианы. Можно поделить немножко по-другому, а получим немножко другие кривые. Тем не менее, этот фактор влияет, и как его применять в клинической практике, тоже предстоит узнать. Уровень ЦРБ. Известный неблагоприятный прогностический фактор при меланоме. Каждый его может исследовать. Он есть в каждой клинике. Это не что-то новое. Это значимый фактор, который упоминается даже в классификации ТНМ при мицетатической меланоме. Мы знаем, что пациенты с более высоким уровнем ЦРБ живут хуже. Теперь мы знаем, что пациенты с более высоким ЦРБ хуже отвечают на иммуно-онкологические препараты. В наших собственных исследованиях на эпилеумабе у нас этот уровень даже по мощности этот фактор превосходил влияние ЛДГ. То есть это два взаимодополняющих фактора. Фактически он означает уровень системного воспаления. Уровень системного воспаления всегда оказывается неблагоприятным, потому что фактически это уже неэффективность работы иммунной системы. Она не может ограничиваться. Она запускает все возможные механизмы, чтобы остановить опухоль. И мы это видим. И у таких пациентов сложнее достичь эффекта с помощью иммуно-онкологических препаратов. Возможно, они будут как раз лучшими объектами именно для таргетной терапии. Клиренс. Еще одна фармакокинетическая характеристика. Оказывается, что у пациентов, у которых имеются различия в выведении препарата, может быть разная выживаемость. Посмотрите, у пациентов, у которых препараты выводятся медленнее, они имеют лучшие результаты лечения. Мы на сегодняшний день это пока не учитываем. У нас идут несколько вариантов режимов лечения. Возможно, здесь для этих пациентов эти варианты будут иметь значение. Но это перспективы. На сегодняшний день мы это оценивать не можем. Что хотелось бы сказать. Безусловно, в последний год, наверное, полтора, есть некоторое затишье в клинических исследованиях по меланомии. И, возможно, это затишье связано с тем, что у нас только-только сейчас дорабатывается новая волна, новое поколение иммуно-онкологических препаратов, которое текущее поколение уже более-менее исследовано. Новые факторы в работе. У нас очень много исследований первой фазы, и, безусловно, с них кто-то выйдет и какие-то препараты изменят нашу клиническую практику. И ждать нам, скорее всего, осталось недолго, потому что, видите, спад в клинических исследованиях был где-то в 2018 году. Разница примерно 1-2 года до того, как эти препараты, наработанные за 10 лет, новая волна войдет в клиническую практику. И, безусловно, меланома – это лишь маленький сектор того, что делается сейчас по иммунотерапии. И, возможно, данные с вот этих секторов, они нам и в меланоме помогут разобраться в том, кого лечить, кого не лечить, как долго лечить и что делать. В заключение хотелось бы сказать, что иммунотерапия на сегодняшний день, конечно, подтверждает свою значимость в качестве одного из основных ключевых методов иммунотерапии. И накопление данных в реальной клинической практике позволит выделить новые факторы в принятии решений, позволит определиться, потому что мы выйдем за узкие пределы клинических исследований. Мы будем лечить пациентов, которые не соответствовали критериям включения в эти исследования. И, конечно, результаты лечения у этих пациентов будут отличаться. Их анализ нас ожидает, и, скорее всего, у многих этот анализ придется делать на собственном опыте. И, безусловно, у нас ожидается вхождение в практику новых иммуномокологических препаратов, которые помогут нам в трудных случаях и в тех ситуациях, где выбор лечения не очевиден. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Алексей Викторович, за интересный доклад. Уважаемые коллеги, вопросы какие есть? Неужели все понятно? И никаких вопросов нет. Будьте добры, поднимите, пожалуйста, руку. Кто делает иммунотерапию, проводит больным, примет эстатической меланомии? Ну, достаточно много. А кто уже проводил сочетанную иммунотерапию, комбинированную, не в АСИПе? Немного пока. Мало, да. Мало пока. И впечатление позитивное? Молчание. Хорошо. Так, еще раз, коллеги, вопросов нет? Да, Заром Хамидовна? Очень интересно. Да. Алексей Викторович, а у Вас у самого мнение по поводу комбинированной терапии? Мне кажется, ее необоснованно мало назначают при имеющемся сейчас избытке. У нас вот год назад, мы говорили, у нас нет препаратов, мы не можем назначать. Теперь препараты все есть. Ну, я согласен, что, в принципе, комбинированная иммунотерапия – это очень эффективный метод лечения. И, в общем, всех, кто имеет возможность назначить комбинированную иммунотерапию, даже в первой линии, они все-таки более склонны к переходу именно на этот вариант лечения. Пока у нас нет доказательной базы, это все базируется, в общем, на мнении экспертов, но многие эксперты, которые занимаются, которые разрабатывали клинические исследования и с таргетной терапией, и с иммунотерапией, и даже кто является лидером по таргетной терапии в мире, все равно предпочитают иммунотерапию, только не всегда это могут назначить по социальным причинам, потому что страховые компании во всем мире управляют лечением, к сожалению, не только у нас в стране. Но, тем не менее, действительно, у нас сейчас есть возможность назначать, и что хотелось бы отметить, важное, что мы не учитываем, когда мы говорим, да, таргетная терапия – это лечение, которое будет проходить пациент достаточно долго. В настоящее время комбинированная иммунотерапия – это год лечения почти гарантированно. 80% пациентов отвечают на лечение, хороший ответ, никто не сомневается в этом, но, к сожалению, эти ответы кончаются, и крайне мало пациентов остается в хвосте. Безусловно, те пациенты, у которых бурное прогрессирование процесса, для них опции за исключением таргетной терапии просто не существуют, нет у них времени на то, а с учетом того, что есть еще определенные доли пациентов на иммунотерапии, которые дадут достаточно бурное прогрессирование, будет оно гиперпрогрессированием или нет, неизвестно, это сложно разделить. Но, тем не менее, они могут дать достаточно бурное прогрессирование на фоне лечения, даже после одного-двух введения иммуно-онкологических препаратов. У нас потом просто не будет времени назначить таргетную терапию для них. С другой стороны, пациенты, у которых достаточно индолитное течение, таких немало, у которых долго ходят, у которых большие интервалы между операциями, потихонечку это все развивается. У них объективно есть время на иммунотерапию. И вот у этих пациентов максимальная вероятность ответа существует на первой линии лечения, на минимальном объеме опухоли. И когда процесс еще не сильно далеко зашел, потому что каждое прогрессирование – это увеличение, по сути, объема опухолевых масс. И, как правило, если оно происходит, то мы накапливаем с каждой линии объем и количество очагов. Поэтому желательно это все применять на наименьшем объеме лечения сразу. Плюс к иммунотерапии надо сказать, что если мы назначим монотерапию, пациент у нас довольно-таки долго будет ее получать. Если мы назначим комбинированную иммунотерапию, мы только должны помнить про осложнение. Но 50% пациентов получат на самом деле два введения всего, максимум три. После этого, если иммунопосредственные желательные явления разобьются у этого пациента, они гарантированно будут. После чего вы отмените лечение без потери эффекта. С иммунопосредственными желательными явлениями нам надо будет бороться в среднем 3-4 месяца. Но после этого пациент останется без противоопухолевого лечения, без необходимости посещать клинику и без прогрессирования опухолевого процесса. И такое состояние может продлиться долго. Да, может быть прогрессировано. Вероятность прогрессирования небольшая. И потом мы опять можем получить эффект на иммунотерапию. У нас несколько таких пациентов было. К сожалению, не все, даже имея полный регресс, выдерживают и поддерживают этот ответ. Но достаточно большое количество пациентов с хорошим ответом получают пользу. И на комбинированной иммунотерапии ответ можно получить в течение ближайших трех недель. То есть со скоростью таргетной терапии. У нас был такой случай, когда полный регресс был достигнут на 3 недели. За 2 недели было достигнуто осложнение третьей степени. Поэтому потом пациент получил одно введение. И по сути на этом одном введении продержался 10 месяцев. И потом, несмотря на то, что было ухудшение состояния, мы вынуждены были вернуться к терапии. Мы опять вернулись к иммунотерапии. Нет ни монопосредственных нежелательных явлений. И опять практически полный регресс. Да. Будьте добры. Вопрос такой. Если у пациента с меланомой кожей вы выявили прогрессирование в виде поражения регионовальных лимфоузлов и сделали ему с лечебной целью лимфоденоктомию, системное лечение будете назначать? Обязательно. Это адюватная терапия. Это как адюват будет рассматриваться? Конечно. Но адюватная терапия – это лечение в тех случаях, когда мы не видим ни одного опухолевого очага. Стадия здесь к этому не имеет никакого отношения. Поэтому фактически это будет считаться адюватной терапией. Если мы выявили один очаг в легких и его удалили, не зная, меланома это или нет, и это оказалось меланома, то этот пациент тоже подлежит адюватной терапии. Спасибо. Уважаемый коллеги, есть еще вопрос? Да, Алексей Викторович. Я хотела спросить, если мы в последнее время говорим, что два введения комбинированной иммунотерапии достаточно эффективны, этично ли будет разработать такое исследование только с двумя введениями? Конечно. То есть у нас еще все впереди. Спасибо. Только уже то, что Светлана Анатольевна показывала, там в одной из ветвей как раз и было два введения препаратов и поддерживающий режим сразу. На самом деле, конечно, мы живем во время перемен. Вот если вы еще не почувствовали, вы со временем все равно должны это почувствовать. Представляете, есть препараты, которые после двух введений человек может быть здоров. Не все, но часть людей, представляете, часть больных с метастатической меланомой. Это парадоксально. А у меня такой вопрос еще, Алексей Викторович. Первый препарат, иммуно-онкологический, пилимумаб, о котором сейчас как-то немножко он ушел в сторону. Его место только комбинированной терапией? Ну, я бы его оставил и в монотерапии, потому что есть только одно исследование по поводу пользы комбинированной иммунотерапии при прогрессировании на антипедиадинтерапии. А другое исследование, например, показало, что разницы нет между комбинированной иммунотерапией и монотерапией. То есть этот вопрос еще будет изучаться. Это препарат с другим механизмом действия. Это препарат с тем же самым паттерном ответа. То есть мы делаем только 4 введения, а в среднем 3,5 введения, потому что не все до 4 доходят. И получаем опять длительные ответы пациента. Мы спокойно совершенно можем завершить лечение. Пациент длительно будет находиться под наблюдением без лечения и без опухоли. Да, его эффективность ниже, но он лечит других пациентов, не тех пациентов, которые лечат антипедиадинтерапию. Где-то они, может быть, перекрываются, но в принципе это препараты с разным механизмом действия. Возможно, сейчас будет второе поколение этих ингибиторов, потому что оно активно уже 2 года разрабатывается и должно еще в скорости войти уже в клинические исследования, в клиническую практику. Это антицетеля-4 препарата с улучшенными механизмами действия. Возможно, мы здесь что-то получим. Возможно, у нас будут еще третьи классы препаратов. Вот Светлана Анатольевна показывала рекомендации НССН, там высокие дозы интерлекена-2 до сих пор остаются в рекомендациях на второй линии терапии. И сейчас к этому классу препаратов тоже идет некоторый возврат, возможно, у нас будут плюсы. Поэтому этот препарат, эпилиумаб со счетов, сбрасывать нельзя. Он имеет свое место, потому что когда человек постоянно прогрессирует на одном варианте лечения, нам надо что-то поменять. Иногда надо поменять радикально. И вот эпилиумаб здесь будет одними из опций, как сделать так, чтобы прервать этот механизм. Как сделать так, чтобы увеличить экспрессию ПД-1 в опухоли, потому что механизм резистентности эпилиумаба – это увеличение экспрессии ПД-1 в опухоли. Если вы только что делали антипидиодин-терапию, у вас, например, была холодная так называемая опухоль, вы можете назначить другой монокологический препарат, например, эпилиумаб, восстановить чувствительность и опять получить эффект на антипидиодин-терапию. То есть речь идет о том, что это не химиотерапия. Это не значит, что если один раз в жизни пациент получал монокологический препарат, то второй раз он не может его получить. Он может его получить, потому что состояние меняется. Статус опухоли на ПД-1 меняется. Это одна из причин вариабельности этого маркера. Потому что мы берем статус здесь и сейчас, в соседнем участке, может быть по-другому. Через два месяца может быть по-другому. Это надо учитывать тоже. Поэтому и повторные биопсии, и повторное использование препаратов, и использование последовательных препаратов надо учитывать. Плюс это последовательное использование, оно имеет иммунологическую память. Эффекты накапливаются. Мы действительно можем на третьей, четвертой линии монотерапии получить тот эффект, которого не достигли ранее. Спасибо. Спасибо, Алексей Викторович. Можно, конечно, долго беседовать на эту тему. Спасибо большое. Мы вас отпускаем. Делару Мухамидовна Латипова выступит со следующим докладом, посвященный таргетной терапии при метастатической меланоме. Каково ее место? Да, мы выбились из графика. Я постараюсь ускориться. Что касается таргетной терапии. Да, безусловно, таргетная терапия, мы сегодня о ней много говорили, занимает одну из основных позиций в лечении меланомы кожи. И мы знаем, что частота брафмутации среди населения Российской Федерации составляет 60%. Однако она затрагивает достаточно серьезную категорию пациентов, молодых, репродуктивных, социально активных пациентов. И здесь у таких пациентов брафмутация достигает 80%. К сожалению, мутация брафмутации ассоциируется не только с молодым возрастом, но и с более низкой общей выживаемостью по сравнению пациентов без данной мутации. В настоящее время зарегистрированы у нас в стране две комбинации. Доброфенипс-трамитинибом фирмы Навартис и виморофенипс-кабитинибом фирмы РОЖ. Данные комбинации зарегистрированы на основании трех больших исследований. Это КОМБИВИ, КОМБИДИ и КОБРИМ. На основании исследования Колумбус зарегистрирована на Западе комбинация инкорофениба с бенемитинибом. И мы надеемся, что эта комбинация у нас тоже скоро появится. Что касается монотерапии Браф ингибиторами лечения метастатической меланомы кожи с мутацией Браф, да, и действительно это лечение также эффективно, но мы видим по данным графиков обоих исследований, что, конечно, комбинированная терапия обладает преимуществом по сравнению с монорежимом. Почему этот слайд здесь присутствует? Потому что мы на своей практике видим, что во многих регионах, во многих наших уголках нашей страны назначается очень часто монотерапия веморофенибом в связи с всеми известными причинами. И мы все равно видим эффекты. Ну, что привело возникновение таргетной терапии? Это привело к шестикратному росту эффективности по сравнению с химиотерапией и к трехкратному росту общей выживаемости по сравнению с химиотерапией. Мы видим, что назначение комбинированной таргетной терапии увеличило общую выживаемость до двух лет. Это также отражается и на частоте объективных ответов. Здесь представлены все имеющиеся у нас комбинации. И мы видим, что да, таргетная терапия обладает безусловной высокой общей эффективностью. И мы видим, что частичный объективный ответ очень высок во всех группах. Но, конечно же, более высокий ответ отмечается в комбинированной таргетной терапии. И мы должны понимать, что среди этих пациентов 20% пациентов отмечают полный регресс заболевания. И более половины этих пациентов сохраняют этот эффект до 39 месяцев. Это говорит о том, что и здесь эффективность достаточно высокая, продолжительность ответа высокая. И, можно сказать, даже не уступает иммунотерапии. Это опыт нашего учреждения. Пациент с, видите, обширным поражением печени. После назначения комбинированной таргетной терапии уже на третьей оценке, то есть через 6 месяцев терапии, мы видим значительный регресс образования в печени. И пациентка до сих пор получает терапию более 2 лет в хорошем удовлетворительном состоянии. Следующий пациент с обширным поражением абдоминальных, забрюшинных, воздушных лимфоузлов, с выраженной клинической симптоматикой, с лимфостазом, которая затрудняла даже передвижение пациентки. И мы видим, что также выраженный ответ на таргетную терапию с нормализацией размеров лимфоузлов и улучшением объективного статуса. Пациент уже забыл почти о своем заболевании и в настоящее время продолжает терапию без каких-либо серьезных нежелательных явлений. Время без прогрессирования по таргетной терапии. Мы видим, что, безусловно, комбинированная таргетная терапия обладает большим преимуществом во времени без прогрессирования по сравнению с монорежимом. И мы видим, что глубина ответа, времени без прогрессирования экстраполируется на общую выживаемость. Чем пациенты лучше отвечают, тем дольше они живут. Исследование комбинированной таргетной терапии доброфенибом-страмитинибом, где изучалась не только эффективность комбинированной терапии, но и доза препаратов. В каждой группе было одинаковое количество пациентов, характеристики пациентов были сбалансированы. И было видно, что действительно комбинированная таргетная терапия обладает значимой эффективностью. Мы видим, что после достижения тех, кто дожил до трех лет, это каждый пятый пациент, он доживает до четырех лет. И те, кто дожил до четырех лет, без прогрессирования, без метастазов, они живут дальше и кривая образует плато. Что перекликается и с данными общей выживаемости. Мы видим, что каждый пятый пациент живет до пяти лет, и эта цифра согласуется с цифрой четырехлетней общей выживаемости. То есть мы видим характерную для иммунотерапию кривую, которая переходит в такую прямую ровную плоскость плато. Ну и, конечно, основное преимущество таргетной терапии – это выраженное улучшение качества жизни пациентов. Мы знаем и все видели, наверное, примеры, когда пациенты с ЭКОК-3, с ЭКОК-2 с большой опухолевой массой через неделю приема препаратов видят уменьшение опухолей, улучшение общего состояния, как на глазах происходит, как Светлана Анатольевна всегда рассказывает, синдром лазеря. То есть это тот эффект, который видят пациенты, и, конечно, их ощущения непередаваемы, что и перекликается, отражается в их опросниках по качеству жизни. Мы видим, какая кривая значительно выше по сравнению с монорежимом. Ну и, как останавливалась Светлана Анатольевна, одним из продиктивных факторов – это являлись как уровень ЛДГ, обязательно количество метастазов и общее состояние. И мы видим, что наибольшим худшим ответом обладали пациенты с высоким уровнем ЛДГ и большим количеством метастатических очагов. Этот график также отражается и в исследовании Комби-Д. Мы видим, что каждый четвертый пациент доживает до 5 лет, если у него есть эти предиктивные факторы. То есть нормальный уровень ЛДГ и малое количество метастазов. И половина пациентов доживает до 5 лет. То есть это достаточно прекрасный показатель. То есть мы должны понимать, что даже те пациенты, идеальные пациенты для иммунотерапии, у которых нормальный уровень ЛДГ, малое количество метастазов, вроде идеальный пациент для иммунотерапии, он также является достаточно подходящим пациентом для таргетной терапии, потому что эти пациенты обладают преимуществом в общей выживаемости. Что касается пациентов с неблагоприятным прогнозом поражения головного мозга. Назначение таргетной терапии здесь приводит к эффекту не только наружных локализаций, внутренних экстракраниальных локализаций, но и интракраниальный ответ достигает 40%. Поэтому данная терапия, таргетная терапия у пациентов с метастазами головной мозг является преимущественной. Мы видим, что при метастазах головной мозг комбинированная таргетная терапия обладает большей эффективностью, о чем мы сейчас и говорили. С медианной общей выживаемости до 10 месяцев. Тут тоже прекрасные результаты, которые, ну, может, чуть-чуть уступают по общей выживаемости данные, которые еще не достигнуты у комбинации иммунотерапии. Как мы будем говорить далее, таргетная терапия обладает своей токсичностью, своеобразной токсичностью, но с этой токсичностью мы уже научились справляться. Мы уже умеем работать препаратами, купирующими данную токсичность, и это не может сейчас являться основной преградой для назначения таргетной терапии. В последовательность назначения Светлана Анатольевна уже останавливалась. Я долго не буду останавливаться. Единственное, хотела добавить, что да, как по данным исследованиям, если мы назначали пациенту монотерапию BRAF-ингибиторами, добавление МЕК-ингибиторов не приводит к значительному улучшению. По данным последних анализов исследования DESCRIBE, это клинический анализ рутинного клинического использования данной таргетной терапии, все-таки приводит к тому, что добавление МЕК-ингибиторов улучшает показатели эффективности. То есть это имеет место быть. Ну и, к сожалению, в конечном итоге в среднем ответы на таргетную терапию где-то приблизительно 6 месяцев. Почему далее опухоли прогрессируют? Конечно, это связано с характеристиками как самой опухолевой клетки, так и микрокружением опухоли. Но, несмотря на то, что отмечается прогрессирование процесса, мы можем продолжить, и мы часто рекомендуем пациентам продолжать таргетную терапию до тех пор, пока у них не будет возможности назначения следующей терапии, потому что это дает возможность пациенту добавить 5 месяцев к времени без прогрессирования. А также общая выживаемость у таких пациентов, которые продолжают терапию, таргетную терапию на прогрессирование, в 3 раза выше, чем у пациентов, которые не продолжают такую терапию. Ну и что назначать в начале иммунотерапию или БРАФ или таргетную терапию? Более подробно останавливался Алексей Викторович. Хочу только остановиться, что да, назначение таргетной терапии по частоте объективного ответа обладает преимуществом, а иммунотерапия по длительному эффекту по общей выживаемости. Что касается того момента предиктивных факторов, масса опухоли значительно уменьшается, как остановила Светлана Анатольевна Алексея Викторовича. Мы видим, как масса опухоли уменьшается сразу же при начале приема таргетной терапии. Мы видим такой водопад, а иммунотерапия, она такой эффект вызывает только через некоторое время. Поэтому тем пациентам, у которых нет возможности ожидать, которые ожидаемо продолжительной жизни менее трех месяцев, мы должны назначать таргетную терапию. Здесь сводная таблица ответов на лечение первой линии. Здесь также перекликаются данные, что таргетная терапия, мы видим, обладает преимуществом по частоте объективных ответов, полных ответов. Но иммунотерапия, мы видим, обладает преимуществом длительности ответа. И данный график наглядно показывает, что да, комбинированная таргетная терапия, она обладает большей эффективностью среди всех возможных вариантов. Но также, конечно, она более токсична, чем комбинированная иммунотерапия. Но сейчас уже с этим можно спорить, потому что все новые возникающие осложнения на иммунотерапии, они могут поставить в ряд с комбинированной таргетной терапией. Ну и в конечном итоге, кому мы назначаем таргетную терапию, о чем мы сегодня говорили, что таргетная терапия назначается пациентам с ожидаемым ухудшением состояния в течение менее 12 недель, с множественными висцеральными метастазами, с метастазами в головном мозге и с высоким уровнем ЛДГ. И, конечно, участие таких пациентов в клинических исследованиях, в новых клинических исследованиях, где разрабатываются новые комбинации, новые препараты, конечно, она преобладает. Мы должны не забывать об этом, как и говорили вчера. Ну, данные этих всех исследований отражены и в американских рекомендациях, так и в российских рекомендациях, которыми мы пользуемся повседневно. Какие новые препараты и комбинации? На этом мы уже останавливались. Это прямое сравнение таргетной иммунотерапии, это последовательность назначений. И хотелось бы остановиться, что таргетная терапия обладает также иммунологическими эффектами, которые могут проявиться иммуно-опосредственными осложнениями, о которых мы будем говорить чуть позже. Ну, и исследования комбинированной таргетной терапии и иммунотерапии пока трилогия нам не доступна, но доступны результаты исследования КНО-22. Мы видим, что да, таргетная терапия без иммунотерапии обладает большим объективным ответом. Общая выживаемость пока еще не достигла клинической значимости, но мы видим, что комбинированная иммуно-таргетная терапия выходит уже на более такие преимущественные позиции. И мы, может, в дальнейшем увидим достаточно выраженное расхождение графиков. В конечном итоге можно заключить, что комбинированная таргетная терапия при медостатической меланоме кожи, она назначается тем пациентам, которым необходимо достичь объективный гарантированный ответ. И обладает большим преимуществом пациентов с более благоприятными признаками. И, конечно, необходимо использовать комбинированную таргетную терапию в связи с тем, что она более эффективна и менее токсична. И повторное назначение комбинации таргетной терапии приводит к улучшению показателей эффективности и имеет место быть. Ну, о токсичности мы поговорим чуть позже. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Диалара Махамидовна, и особенно за цветы. У нас без зимы, но скоро наступит весна. Правда, птицы поют. Вопросы, пожалуйста, к Диалару Махамидовне. Коллеги. Тогда у меня вопрос. Диалару Махамидовна, а через сколько времени, через какой промежуток можно вернуться опять к таргетной терапии? Да, к таргетной терапии можно вернуться через 3-4 месяца. Повторно. Можно провести или химиотерапию, или сделать перерыв. Может, иммунотерапия, если она будет неэффективной. Ну, и у нас всегда будет эффект на таргетной терапии. И скажите, пожалуйста, вот вы участница исследования, когда использовали иммунотерапию, таргетную терапию. Ваше впечатление и каково практическое будет, практическое место вот такой комбинации, когда мы сразу все в первой линии используем? Да, это очень такая интересная тема, потому что у нас в центре… Какое будущее вы увидите? Будущее вижу, конечно. Это очень эффективная терапия. А токсичность, конечно, она очень высокая. Каждый раз приходят отчеты о различной токсичности. Но это токсичность для нас не преграда, потому что мы уже умеем с нею бороться и управлять ею. Поэтому будущее, конечно, однозначно за комбинированной иммунотерапией. Это всем будут, как вы думаете? Всем нужно назначать или нет? Нет, конечно. Это те пациенты. Это индивидуально подходить к каждому пациенту. Потому что такую терапию выдержит не каждый. Так что будущее еще видеть. У нас будут новые и новые опции появляться. Это однозначно, что они появятся. И при том прогрессе, который у нас сейчас идет. Однозначно. Уважаемые коллеги, есть вопросы? Все понятно? Ну хорошо. Спасибо вам большое. Тогда мы сейчас останавливаемся на клиническом случае. Его изложит нам Юрлов Дмитрий Олегович. Пожалуйста, Дмитрий Олегович. Добрый день, господин, уважаемые коллеги. Хотелось бы вам представить клинический случай пациента 47 лет с диагнозом меланомы кожи поясничной области ПТ4Б0М0. В дальнейшем пациенту была выявлена мутация в гене-брав. Пациент считает себя больным с ноября 2016 года. Ему было выполнено хирургическое лечение. По данным гистологического заключения эпителиоидно-кряточная меланома, изъязвленная, а патологическая стадия Т4Б. В дальнейшем пациент не наблюдался. Через три года у него выявлено прогрессирование в мягких тканях передней брюшной стенки слева. Выполнено хирургическое лечение. И в дальнейшем пациент снова наблюдался. В сентябре 2019 года пациент обратился с прогрессированием процесса в виде поражения шейных, наключеченных, подвздошных лимфатических узлов слева и билатеральным поражением паховых лимфатических узлов. Ему была назначена иммунотерапия пембролизумабом. Пациент получил всего три введения. И при очередном контрольном обследовании у него обнаружено множественное поражение селезенки, паравертебральных лимфатических узлов, также поражение забрюшинных лимфатических узлов с развитием гидронефроза, поражение как паховых лимфатических узлов, так и подвздошной группы. Терапия пациенту была прекращена, выполнена постановка нефростомы. И учитывая, что такое прогрессирование не только сопровождалось радиологическим, но и также клинически очень выраженное прогрессирование, ему была назначена таргетная терапия. Буквально через четыре дня от начала приема таргетной терапии у пациента развилось иммунопосредственно нежелательное явление сыпь третьей степени. Также у пациента была лихорадка второй степени. Таргетная терапия была остановлена. Назначен глюкокортикостероиды в дозе миллиграмм на килограмм. В дальнейшем пациент вернулся к терапии с редукцией дозы препарата на один шаг. В настоящее время по данному контрольному обследованию у пациента отмечается частичный регресс всех имеющихся очагов, в том числе и полный регресс образований в селезенке и надпочечнике. Функция почек в настоящее время восстановлена, а нефростом у него эвакуирована. Также хотелось бы отметить, что существует связь между иммунопосредственными нежелательными явлениями и эффективностью таргетной терапии. В частности, у этого пациента развилась еще и витилига. И вот здесь медиана выживаемости без прогрессирования у таких пациентов значительно выше. Спасибо большое за внимание. Я так быстро рассказал, все усвоили или нет. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Олегович. Можно вопрос? Да, 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 конечно. Скажите, пожалуйста, в свете применения иммунотерапии возникает два вопроса. Первый – это все-таки пациент получал очень короткие курсы иммунотерапии. Это было то, что мы видели. Это было, с вашей точки зрения, все-таки действительно проявление гиперпрогрессирования заболевания. То есть там, где иммунная система давала негативный вклад в ускорение роста опухоли. Или это было псевдопрогрессирование, просто оно было клинически значимым, мы вынуждены были переключиться. Вот потом мы получили такой невероятный эффект на фоне довольно-таки серьезных осложнений. Повторите, сколько вам введений пемпровизма? Всего три введения получил. Всего три введения, да, и прогрессирование. Запомнили, да? Спасибо большое за вопрос. Ну, в моем понимании, я считаю, что здесь, к сожалению, сложно сказать, было это явление гиперпрогрессирования или псевдопрогрессирования. По-хорошему, мы должны были провести через 4 недели повторную оценку эффекта. Но так как здесь клиническая ситуация нам, к сожалению, трактовала возможность, необходимость быстрого ответа, поэтому мы, к сожалению, назначили таргетную терапию без подтверждения псевдопрогрессирования. Хорошо, а вот сама токсичность. Известно, что брафингибиторы, они, в общем, дают такого же типа сыпь. Как Вы считаете, это все-таки была иммунозависимая сыпь, то есть механизм у нее был с вовлечениями иммунной системы, или это была типичная сыпь для таргетной терапии, которую мы все знаем, возникает на фоне брафингибиторов и является чуть ли не основным нежелательным явлением. Да, спасибо. Я все-таки считаю, что это, наверное, была иммунопосредованная сыпь, которая связана с развитием синдрома системной воспалительной реакции, учитывая, что вот как раз после проведенной иммунотерапии, вот как раз то, о чем многие докладчики подтверждали, что после назначения брафингибиторов возникает такой синдром системной воспалительной реакции, достаточно бурный, с лихорадкой второй степени в том числе. Поэтому, да, я считаю, что это проведение иммунного ответа. Ну вот, я хотел бы тоже подчеркнуть, что я согласен с Дмитрием Олеговичем в этом плане, потому что морфология самой сыпи, то, что было показано на слайдах, да, это сливная крупнопетлистная сыпь, фактически это вариант многоформной эритемы. Давайте еще раз. Да, и такое, безусловно, бывает на брафингибиторах, но это довольно-таки редко. Там обычно другая морфология сыпи. И пациенты вот с таким видом, они, скорее всего, имеют иммунокомплексный механизм. И с учетом того, что антипедиодинтерапия была завершена не так давно, и фактически пациент какое-то время получал, по сути, комбинированную таргетную и иммунотерапию, потому что время повыведения и время действия достаточно длительное у иммуноонкологических препаратов. Пациент в это время уже начал получать брафингибиторы, которые достаточно быстро начинают свое действие в течение первой недели практически, мы видим фактически реакцию на комбинированную терапию. Если вот вы посмотрите, да, сыпи, которая в единичных элементах не слившаяся, она еще такая вот совершенно нетипичная именно для виммунотерапии. Там обычно все-таки фолликулярно-папиллярная сыпь связана с процессами гиперпластическими в коже, а это процессы именно воспалительные. Сывик-трючек. Но и при таргетной терапии, только таргетной терапии встречаются такие реакции, которые могут иметь и иммунохарактер, но без назначения иммунотерапии. Да, безусловно, редко встречаются, но тем не менее мы, к сожалению, не сможем, даже вот если мы биопсию сделаем, мы там увидим воспалительный просто инфильтрат. Мы не сможем сказать, от чего это была сыпь, от одного или от другого. Но тем не менее, столь бурное проявление, это может свидетельствовать о, скажем так, благоприятном для пациента эффекте. Тем более, что у нас есть все-таки чисто иммунное осложнение параллельно витилиго. Хотя витилиго мы и на таргетной терапии видели, но это еще раз подчеркивает то, что таргетная терапия и иммунотерапия не может быть разделена полностью, потому что вся иммунотерапия является таргетной, и большая часть ингибиторов терезинкинас воздействует на иммунную систему. И обратите внимание, что больной отреагировал на преднизолон. Сколько времени он принимал преднизолон? Преднизолон принимал в течение трех недель. Трех недель. И сыпь прошла, лихорадка ушла достаточно быстро. Да, буквально на четвертый день уже от начала приема преднизолона все явления разрешились. Скажите, пожалуйста, если бы вы вернулись опять вспять в начало все-таки, больному длительное время не назначают никакую терапию. Где он лечился? По месту жительства. Не будем говорить, да, по месту жительства. В Северо-Дападе? Нет. Нет, хорошо. Хорошо. Вот, вернемся к тому, что было. Вот, вернитесь, пожалуйста, к анамнезу. Уважаемые коллеги, вот как вы считаете, ваше мнение, у него было Т4, да? Т4Б, Н0М0. Так, в этой ситуации требовал больное назначение одевантной терапии? Да, требовал. Это вторая цистадия, да, он уже требовал назначения одевантной терапии уже в тот момент. Так, поднимите руку, кто бы назначил одевантную терапию в этой ситуации? У него изначально назначили бы, конечно, конечно назначили. Больной оставлен был. Второй эпизод мы видим у больного, молодого человека, которому 47 лет, 47 лет, да? Через 3 года у него появляются метастазы. Пахово-лимпатические узлы, инфлюз и местные в мягкие ткани. Так, ему опять делается операция? Да. И опять больной отпускаются? Ведь мы это говорим не где-то это делается, где-то в поселке в каком-то, это делается у нас в России. Он отпускается, потому что возможности нет. Да нет, но какие же, это 19-й год. 19-й год уже. Алексей Викторович, это 19-й год, препараты уже все есть. Вы назначили бы терапию, коллеги, или нет? Согласны, что нужно? 19-й год, уже лекарства были. Ну, во всяком случае, в любом случае нельзя оставить было так. Ну, а через 9 месяцев мы получили то, что получили гидронефроз даже у пациента. Да? Гидронефроз. Так, а вот тогда, скажите, пожалуйста, когда у пациента вот такие клинические проявления, что бы вы назначили, коллеги? Кто за то, что бы вы назначили иммунотерапию, поднимите руку? Так, а кто бы назначил таргетную терапию тогда в сентябре? Пара человек. А я бы тоже, например, подумала. А я бы тоже, например, подумала, потому что у него клинические проявления. Нам нужен быстрый ответ. У него гидронефроз уже. Гидронефроз потом. Гидронефроз уже после терапии пембролизума вам. Ну, хорошо, все тогда. Все, тогда согласна, хорошо. Тогда иммунотерапию. А можно было бы, скажите, пожалуйста, вот назначать тогда монотерапию или комбинированную терапию? За что бы вы больше были? Кто за комбинацию? А за монотерапию кто? Один человек есть тоже. Ну, каждый имеет свое право, конечно. Но, во всяком случае, это урок для нас, для всех, что здесь что-то не доделали, да, наверное, скорее всего. И можно было бы, если бы сейчас опять вернулись, что-то бы изменить. Может быть, такой сценарий бы и пошел. Но единственное, что мы понимали, что мы больного все-таки лечили в это время. Так, а скажите, пожалуйста, если у него будет сейчас прогрессирование процесса, что делать? Я думаю, что если у него сейчас будет прогрессирование, может быть, нам попробовать реиндукцию все-таки комбинации перимомаба с неволомабом провести. У кого какое-то мнение другое? Другого нет. Если вот у него сейчас прогрессирование будет, сколько времени он уже получает? Таргетную терапию он получается декабря. Это получается два месяца. Это недавно, в принципе. Но у него хороший ответ. У него ищедшие очаги, представляете, у него удалили нефростому. Здорово, конечно, правда? Но сколько продлится этот ответ медиана? Ответа таргетной терапии 6-8 месяцев. Если будет прогрессирование, что делать? Вернуться опять к иммунотерапии? В зависимости от того, как пойдет процесс. Да? Да. Ну, скорее всего, что, да, если будет у нас опять все так же, как сейчас, с обеспечением, то комбинацию, наверное, тут целесообразно. Принезалон ему назначен был сразу же, как только пациент сообщил. Вот на четвертый день развилось нежелательное явление? В сентябре? Нет, нет. Нет, нет, нет. Это осложнение после таргетной терапии в декабре и сразу назначено. Это когда сыпь вот эта появилась уже. А как бы сыпь вот другие лечили? Вы бы назначили принезалон или нет на фоне брав-ингибиторов? Назначили бы, да? Ну, хорошо. Нет, а его лечили уже с осложнениями. Виктор Алексеевич, что-то еще хотите сказать? У нас вот присутствует кочнев Виктор Алексеевич. Я пришла, когда вы сюда, мне кажется, давно работали. Виктор Алексеевич уже работал. И кто, как не он, видел, как лечили меланомы? Правда? Что-то есть у вас какие-то комментарии? Ну, еще идет, естественно, может быть, если даже не просто вверх, то в спирали. Но, естественно, прогресс просто огромный. Да, прогресс, конечно, он очевиден абсолютно. Хорошо. Уважаемые коллеги, есть вопросы еще? Может быть, какое-то мнение свое есть по поводу лечения данного конкретного пациента? Нет? И повторяю, эти случаи ведь не просто откуда-то вырваны из наших умов. Это наша действительность. Поэтому вас призываем, конечно, с каждым конкретным случаем, с каждым пациентом думать. Потому что это его судьба. Это его жизнь. И продлить его жизнь, улучшить его качество жизни – это на нашей с вами совести. Тем более, когда сейчас есть все препараты. Что-то, если непонятно, неясно, пишите, звоните. У нас есть телемедицина. У нас есть те контакты, которые мы оставляем. Тем более, мы с вами живем в таком регионе, в Северо-Западе. Мы друг от друга не так далеки. Если нет вопросов, Дмитрий Олегович, вам большое спасибо. Уважаемые коллеги, продолжаем нашу конференцию. И сейчас данный раздел будет посвящен нежелательным явлениям, токсичности лечения. И первый доклад, слово для доклада предоставляется о непогусовне Агнисян. Она расскажет о иммуно-посредованной желательных явлений. Добрый день, уважаемые коллеги. В настоящее время в эру иммуно-онкологии, иммунотерапии мы достигли невероятных результатов в лечении многих злокачественных наобразований, и меланомы в том числе. Однако, позвольте вам сегодня рассказать об оборотной стороне медали, а не непосредственно об иммуно-посредованных нежелательных явлениях. Механизм возникновения данного типа осложнений тесно связан непосредственно с механизмом действия данных групп иммуно-онкологических препаратов. А именно, в возникновении аутоиммунного воспаления, аутоиммунной агрессии на фоне активированной иммуно-системы против клеток собственного организма. Иммуно-нежелательные явления, их спектр крайне разнообразен, но может возникать в любых органах и мишенях. Кожа, ЖКТ, печень, миокард, нервная система, автолимологическая бывает токсичность, эндокринопатия, пульмонологические осложнения и так далее. Спектр крайне разнообразен, но наиболее частые проявляются со стороны желудочно-кишечного тракта, печени, кожи и легких. Профиль токсичности иммуно-онкологических препаратов, таких как ингибитор CTL-4, PD-1, PD-L1 схож между собой. Однако стоит отметить, что на фоне терапии эпилемумабом CTL-4 ингибитором риски развития гастроэнсоциальной токсичности в несколько раз выше. Также необходимо отметить непосредственно комбинацию препаратов эпилемумаба-ниволумаба, так как на фоне данной терапии комбинированы риски развития, частота развития 3-4 степени тяжести осложнений гораздо выше. Профиль токсичности PD-1, PD-L1 ингибиторов пембролизумаба-ниволумаба схож между собой, что связано с тем, что данный препарат имеет схожие механизмы действия. Стоит отметить, что время манифестации любого иммуно-посредственно желательного явления в среднем возникает от 5 до 15 недель. Однако по данным литературы мы знаем, что вплоть до 47 месяцев было описано развитие иммуно-посредственных нежелательных явлений на фоне терапии эпилемумабом. Также стоит отметить, что эндокринные нежелательные явления имеют наиболее среднее время разрешения. Частота развития иммуно-посредственных нежелательных явлений 3-4 степени тяжести на фоне терапии анти-PD-1, PD-L1 ингибиторами развивается в среднем от 4 до 10% случаев. Однако стоит отметить, что на фоне комбинации препаратов более 50%. При терапии ингибиторами PD-1 реже отмечается развитие гастроэнтертициальной токсичности, однако данная группа препаратов ей свойственно развитие пульмонологической токсичности до 5% случаев. Даже по данным литературы были описаны летальные исходы. Резюмируя выше все сказанное, можно сделать заключение. То, что иммуно-посредственные нежелательные явления, во-первых, имеют аутоиммунный характер возникновения. Блокаторы PD-1, PD-L1 менее токсичны, чем блокаторы CTL-4. Да, имеются особенности спектра развития, поражаются очень многие органы-мишени. И возникают данные типа осложнений в основном в первые месяцы от начала терапии. На мой взгляд, и вообще в принципе самым главным является своевременная постановка, своевременная диагностика того или иного иммуно-посредственного нежелательного явления, что, естественно, требует плотной взаимосвязи между врачом и пациентом, доверительных отношений между ними, потому что пациентам должно сообщаться каждый новый симптом, появляющийся до начала лечения, в процессе лечения, по завершению лечения. Должна быть непосредственная связь с врачом. Также хотелось бы обратить внимание на то, что в настоящее время оценка степени тяжести нежелательных явлений, иммуно-посредственных в том числе, проводится по обновленной версии Национального института рака, пятой версии. Что же, более подробно разберем наиболее частые нежелательные явления иммуно-посредственные. Первое на очереди иммуно-посредственные нежелательные явления со стороны желудочно-кишечного тракта. Картина весьма разнообразна. Чаще всего это боль в эпигастральной области, диарея, тошнота, лихорадка. До 1% случаев на фоне терапии СДЛ-4 ингибиторами описывались развитие перфорации кишки. Очень важно, крайне важно вовремя выполнить эндоскопические методы диагностики, по данным которых может визуализироваться гиперемия, отечность, извязление, слизистые оболочки толстой кишки, преимущественно децентальных отделов. На данном слайде представлены эндофото иммуно-посредственного колита. Следующее по важности и по частоте иммуно-посредственные нежелательные явления – это кожная токсичность, которая может варьировать от незначительной популезной сыпи до жизнеугрожающих состояний, таких как синдром Стивена Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. На данном слайде представлено изображение сыпи третьей степени. Конкретно этот пациент, чье изображение слева и по центру, получал комбинацию иммуно-онкологических препаратов. И такая токсичность сыпь третьей степени у него развелась через 2 недели от введения препаратов, введения комбинации. Следующее осложнение иммуно-посредственно со стороны легких – пульмониты. Клиническая картина весьма разнообразна, никакой специфической симптоматики нет. Может включать в себя кашель, боль в грудной клетке, одышка, рентгологические изменения по типу пневмонита. Необходимо, крайне важно, исключить инфекционный генез данных изменений и провести дополнительные методы обследования. КТ грудной клетки, измерение сатурации кислорода в крови, возможно, туберкулезные пробы и даже бронхоскопии. На данном слайде КТ снимки пульмонита второй степени данный пациент получал терапию пембролизумабом. Следующее осложнение иммуно-посредственно со стороны печени – аутоиммунные гепатиты, повышение трансаминаз, АЛТ, АСТ. Чаще данные изменения могут трактоваться только по данным лабораторных методов исследований без какой-то явной клинической картины. Важно отметить, что очень хорошо подают скупирование на фоне иммуносупрессивной терапии глюкокортикоидами. Следующее иммуно-посредственно желательное явление – это эндокринопатия, которые также, как и, возможно, гепатиты, манифицируют только по данным лабораторных методов исследования, носят весьма стертую клиническую картину. Однако есть вероятность развития жизнеугрожающих состояний, таких как тириотоксикоз, гипофункция гипофиза. Это в нашей практике тоже встречалось. Также включая острую надпочечниковую недостаточность. Я думаю, что все рекомендации по купированию иммуно-посредственных нежелательных явлений можно привести к общему знаменателю и выделить по степеням тяжести. Во-первых, при возникновении какой-то непонятной клинической картины у пациента необходимо всегда исключать другую теологию. В случае исключения другой какой-то теологии стоит признать данные изменения как иммуно-посредственные. При развитии первой степени и второй степени тяжести рекомендуется более детальное наблюдение за пациентом, симптоматическая терапия. В ряде случаев перораленное назначение низких доз глюкокортикоидов в решении вопроса об отмене следующего введения иммуно-онкологического препарата. В случае сохранения симптомов ухудшения состояния следует воспользоваться алгоритмами для третьей-четвертой степени, которые представляют из себя следующее. Необходимо усилить наблюдение за пациентом, возможно госпитализировать пациента ввиду необходимости введения высоких доз внутривенно-глюкокортикоидов. На нашей памяти максимальная доза глюкокортикоидов, которую мы вводили, пациенту, который получал комбинированное лечение, составляло 4 мг на килограмм массы тела в сутки. Следует также рассмотреть необходимость консультации смежных специалистов, потому что это очень серьезный вопрос, который требует знания различных областей специальности в медицине, как эндокринология, гастроэнтерология, пульмонология. Важно отметить то, что при наличии эндокринопатии решающим становится заместительная гормонотерапия. В настоящее время это не что-то невероятное, что невозможно найти, прочитать и узнать. Это клинические рекомендации, которые имеют место и как американские, так и отечественные. И Слава Анатольевна Алексея Викторовича являются составителями данных рекомендаций, которые могут прийти на помощь абсолютно любому клиницисту, который в своей практике сталкивается с назначением, применением современной иммунотерапии. Вопрос, который волнует многих уже много лет, и на него есть ответ, то, что длительная иммуносупрессивная терапия никак не влияет на эффективность чекпоинт-ингибиторов. И это замечательно, и не нужно бояться высоких доз глюкокортикоидов и других иммуносупрессивных препаратов, которые, возможно, могут иметь какое-то решающее значение в случае того, если высокий доз глюкокортикоидов не работают. Следующий вопрос, я считаю, вселенского масштаба, как коррелирует между собой степень развития нежелательных явлений с общей выживаемостью. Совершенно новая статья, правда, не на очень большом когорте пациентов, где было показано достоверно, что у пациентов, имеющих иммунопосредственные нежелательные явления на фоне терапии иммуноонкологическими препаратами, общая выживаемость значительно выше, чем у пациентов, не имеющих каких-либо побочных эффектов. Ну и в заключении хотелось бы сказать, что да, мы живем в эру иммуноонкологии, это максимально эффективное лечение для наших пациентов, многих злокачественных наобразований, не только меланомы. Необходима тесная связь врача с пациентом с целью своевременного выявления этих серьезных нежелательных явлений, которые, в принципе, абсолютно курабельны и поддаются лечению. И последним хотелось бы сказать, что работа в мультисциплинатной команде со смежными специалистами – это главное, что должно быть у каждого врача, у каждого клинициста. Именно так мы добьемся все успеха в лечении наших пациентов. Спасибо за внимание. Спасибо, Анна Погосовна. Вы так оперативно быстро все рассказали. Не знаю, усвоили у нас доктора или нет. Уважаемые коллеги, вопросы? Не может быть, что вопросов не было. Глюкокортикоиды, что лучше, преднизолон или дексаметазон? Спасибо большое за вопрос. Значит, в нашей практике мы в основном используем преднизолон, но можно выполнить перерасчет эквивалентных доз любых глюкокортикоидов. Просто чаще используется преднизолон. Какой-то определенной разницы между назначением того или иного нет. Я хочу добавить, что во всех рекомендациях по-разному пишут, но все считают глюкокортикоиды эквивалентными. Например, на Западе больше пишут приметилпреднизолон. У нас он просто менее в ходу. А так, если это таблетированный формат, это в любом случае почти одно и то же количество таблет. Просто разница в удобстве применения и в том, что большие дозы в любом случае удобнее вводить парентерально. А так, перерасчет эквивалентный, он очень простой. В рекомендациях у нас в таблице есть, как пересчитывать. И мы всегда ей пользуемся, но удобнее. В нашей рекомендации мы считали по преднизолону. В зарубежных вы встретите метилопреднизолон, но преднизолон это практически эквивалентная доза. Разница минимальна. Поэтому по переносимости, по сопутствующей патологии, по дополнительным каким-то вопросам есть. Потому что, например, если мы знаем, что если у пациента есть поражение ЦНС, там чаще будет использоваться доксаметазон в любом случае. Поэтому тут просто иногда удобнее, что ближе, что быстрее можно назначить. Если у пациента дома лежит доксаметазон, то поближе здесь с доксаметазоном. Потому что все эти проблемы чаще всего происходят на амбулаторном этапе после уже введения. Аня Пагусовна, и озвучьте, пожалуйста, еще раз для докторов основные правила назначения глюкокортикоидов. Как долго их нужно назначать? Да, Светлана Анатольевна, спасибо за этот вопрос. Значит, при появлении каких-то иммунопосредственных нежелательных явлений необходимо назначить... Каких-то или при какой-то определенной степени? При третьей-четвертой степени развития иммунопосредственных нежелательных явлений мы начинаем терапию глюкокортикоидами в дозе с 1 мг на килограмм массы тела. При купировании, соответственно, на данной дозе глюкокортикоидов мы ее сохраняем до 4 недель с последующим постепенным снижением дозы. В случае, если доза 1 мг на килограмм массы тела не работает спустя трое суток от начала терапии глюкокортикоидами, следует увеличивать дозу до 2 мг на килограмм массы тела. Как я уже сказала ранее, в нашей практике были случаи, когда мы увеличивали и до 4 мг на килограмм массы тела. Разумеется, пациент в это время находился в стационаре и полностью был под мониторингом. Я только хочу добавить, что дозы надо подбирать, исходя из тяжести состояния. Если пациент пришел с достаточно тяжелыми и нежелательными явлениями, можно начинать сразу с высоких доз. Более того, есть редкие нежелательные явления, например, кардиотоксичность. Ее частота сейчас, ее стали больше выявлять, эта частота растет с повышением применения этих препаратов. Она очень тяжелая, и там доза по рекомендациям доходит до грамма на квадратный метр, и там несколько граммов в сутки в течение короткого времени, буквально недели. Потому что надо быстро получить хороший эффект, если мы подозреваем аутоиммунный миокардит. Это вообще очень тяжелое состояние, редкое, которое требует отдельного разбора. Но я хотел обратить внимание, что в рекомендациях в этом году появились эти разделы с кардиотоксичностью. И там более агрессивный алгоритм введения пациента. То же самое, что со многими редкими, но потенциально тяжелыми нежелательными явлениями. Поэтому здесь надо подбирать просто дозу под то, какую степень мы видим. Естественно, если вы близко мониторите пациента, близко наблюдаете, скорее всего, вам потребуется либо пиролярный, либо один миллиграмм на килограмм парентеральное назначение пренизолома, и, как правило, вы справитесь. Но у нас же самые проблемы случаются тогда, когда пациент вовремя не пришел, когда были длинные праздники, или когда пациент считал, что, в принципе, его же должно на фоне лечения быть осложнений. Поэтому зачем приходить, если есть диарея, даже если она продолжается 2-3 недели. У нас все случаи тяжелых нежелательных явлений были связаны именно с задержками обращения. За рубежом та же самая история. Пациент отказался, где-то не соблюдал алгоритм, где-то что-то в начальных этапах, когда все просто сделал не так, и потом очень тяжелая ситуация. Поэтому про это пациентов надо информировать. Это самое правильное. И не отменять никогда глюкокортикоиды быстро. В практике мы встречаем случаи, когда назначили на 2-3 дня глюкокортикоиды, получили улучшение, все бросили, пациента отпустили, через неделю у него такая же ситуация, которая требует еще больших и более длительного назначения. Поэтому тут лучше большие дозы коротко и потом быстро отменить, чем пытаться сэкономить где-то на глюкокортикоидах. И потом это может привести к более серьезным иммуносепрессивным препаратам, которые уже могут неоднозначно влиять на лечение. Глюкокортикоиды не влияют, потому что они не могут затормозить специфический противопухолевый иммунный ответ. И еще раз, постепенная отмена препаратов. Отмена только постепенно. Рикошеты бывают, не всегда удается отменить препараты. Еще раз хочу акцентировать ваше внимание, что, ответьте, пожалуйста, есть ли профилактический прием глюкокортикоидов и есть ли место пульс терапии? Потому что на местах иногда этим пользуются. Нет, абсолютно нет ни профилактическому назначению глюкокортикоидов, ни пульс терапии. Только постепенное начало, длительное терапия. Постепенное, достаточно большая доза. Один миллиграмм на килограмм веса – это большая доза. Большая доза. Длительное применение в одной дозе и постепенное снижение спустя 4 недели. Ани Погосовна, и мы должны понимать, что сама терапия, длительная терапия кортикостероидами, также обладает своей токсичностью. Да, спасибо, Диларом Хамидовна, за уточнение. Абсолютно верно. Это иммуносупрессивная терапия, в связи с чем нужен также постоянный мониторинг в связи с возможным возникновением инфекционных различных осложнений, как вирусных, бактериальных, так и грибковых. Так, коллега, что-то хотел спросить. Когда можно рассматривать вопрос о продолжении терапии? Через какое время? После достижения дозы глюкокортикоидов 10 мг в сутки и купирования всех нежелательных явлений иммунопосредственных, можно возобновлять лечение иммуно-онкологическими препаратами. А не полностью должны уходить или до первой степени можно? До первой степени можно. Потому что полностью может не уйти, особенно эндокринопатия. Помните? Эндокринопатия – это особенная категория, требует обязательно помощи эндокринологов, заместительной терапии и ведения пациентов. Нужно проводить всегда вообще мультидисциплинарной командой. Мне удивительно, что ни у кого вопросов не возникает, либо еще мало работаете, потому что это такой краеугольный камень, иммуно-онкологическое нежелательное явление. И плюс мне хочется спросить еще, где должны лечиться осложнения? Осложнения должны лечиться? Я могу ответить? Да, да. Как вы считаете, как считают у нас коллеги? В специализированных онкологических центрах, там, где пациенты эти препараты, соответственно, и получили. Под наблюдением не только онкологов, но и смежных специалистов, как уже было всеми отмечено ранее. Коллеги, поверьте, если вы отдадите на откуп лечения осложнений иммуноопосредованных просто терапевтам, которые работают на местах, у вас пациенты погибнут. И вы дискредитируете однозначно этот метод. Сто процентов однозначно. Не знаю терапевта, что нужно назначать глюкокортикоиды при почечной недостаточности, например, печеночной недостаточности. И будут проблемы, что нужно долго назначать. Это серьезно. Мы уже на практике на своей это видели. Поверьте нам сейчас пока на слово хотя бы. Вы увидите это на практике. Что я еще хотела спросить у вас. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что глюкокортикоиды, их применение не влияют на эффективность иммунотерапии. Это все усвоили, да? Да. А если больной изначально уже получал глюкокортикоиды, когда его можно включать и применять ему препараты, какая доза безболезненно совершенно не влияет на эффективность? Хороший вопрос, Светлана Анатольевна. Я думаю, также 10 миллиграмм в сутки никак не влияет. 10 миллиграмм не влияет на эффективность терапии, если большая доза. Иногда больные, например, не с меланомой, с другими заболеваниями, рак легкого, какие-то другие. Видимо, пациент уже изначально с неудовлетворительным состоянием. Почему ему назначили глюкокортикоиды? Какое это основание было? Вот у них может быть снижение эффективности. Но здесь уже чисто индивидуально вы идете на назначение иммуно-онкологических препаратов. И вы помните, что ни возраст не является противопоказанием для назначения терапии. Пожилой возраст не имеет препятствий. У нас последнее исследование, не помню какое, с иммунотерапией. Предел возраста, знаете, какой был назначен? 120 лет. Интересно, сколько пациенту должно быть, когда он закончит эту терапию. Раньше когда-то, помните, в клинических исследованиях обозначался возраст 70 лет, потом 75, потом вообще перестали писать. Только вот у нас удивительно одно из исследований было. 120 лет. То есть нет противопоказаний. Потом паспортный возраст и биологический возраст. Это разные совсем. У нас самый пациент самый старший. Наверное, 80 с лишним. 90, не помню, был кто-то 90. Вот сейчас обсуждаем пациента 92 года. И принципиально мы не против. Он в хорошем статусе, почему нет? Это у нас то, что касается на нашей практике. А лечили 80 с лишним были у нас пациенты. Ах, были. 85 был, да, пациент однозначно. А то, что касается литературных данных, для меня это было удивительно. Очень большая категория пациентов пожилых. 91-92 года у американцев. И абсолютно никаких, именно возраст не является препоном для назначения терапии. Сопутствующая патология, мы должны знать. И общий его статус, конечно. Я еще хотела вот спросить. Вы несколько, чуть-чуть коснулись. У вас, конечно, ваш доклад, невозможно все в одном докладе поместить и в одной конференции. У нас это пока еще такая первая конференция. Редкие осложнения. Вот сейчас коснулись кардиотоксичности. Вы знаете, вот стали об этом говорить. И не настолько все-таки это редко. И это серьезно. И рано или поздно вы с этим тоже встретитесь. Есть еще какие вот виды? Неврологическая токсичность. Автолемологическая токсичность тоже. Что только, я так понимаю, в последнее время начали об этом говорить. Потому что это более свойственно для таргетной терапии. Но есть и данные о том, что и на иммунотерапии тоже. Гематологическая токсичность. Тромбоцитопения. Тромбоцитопения. Недавно была статья. Панцитопения, тромбоцитопения, анемия. Почти 4%. 3,6 совокупно. И больше как раз. Ни эпилемумаб дает. Ни антиситили-4. А препараты антипеди-1. Антипеди-Л-1. 4% не так. И мало будет. Вот, пожалуйста, больной будет с тетопенией. И вы будете его лечить колонисте умирующим фактором. А ответа никакого не будет абсолютно. Потому что механизм совершенно другой. И нужно назначать что? Глюкокортикоиды. Глюкокортикоиды. Глюкокортикоиды и долго нужно назначать. Видите? Казалось бы, вот, все вроде понятно. Пока сидишь в зале, слушаешь, все понятно. Но как только начнете работать, я уверена, абсолютно, у вас вопросы будут. Абсолютно. Какие вопросы еще? Будьте добры. Вопрос, что такое вот, какой-то скрининг на аутоиммунные заболевания перед стартом терапии. Нужно делать? Да, конечно. Вот если брать, например, критерии включения пациента в исследования различные по иммуно-онкологическим препаратам, всегда там во главе угла стоит то, что наличие аутоиммунных заболеваний является прямым противопоказанием для назначения иммуно-онкологических препаратов. Поэтому пациент должен знать и должен информировать врача о том, что, да, у него есть какие-то аутоиммунные заболевания, к примеру. Скрининг специфический? Нет, не проводится. Имеется определенный план дообследования до начала лечения, который включает в себя клинический анализ крови, биохимический анализ крови, анализ крови на гормоны щитовидной железы, ЭКГ, ЭХКГ, другие рентгенологические методы исследования, но именно специфических нет. Ну, то, что вот сказала еще, да, а не по ГОСовно, да, чисто по стандартам. А если говорить в целом о практической, о нашей клинической практике, то в жизни все бывает еще и по-другому. И пациенты с аутоиммунными заболеваниями получают иммуно-онкологические препараты. Во-первых, разная степень проявлений заболеваний и разные заболевания совершенно. И те сейчас данные, которые на сегодняшний день есть, свидетельствуют о том, что прогрессирование основного заболевания аутоиммунного при иммуно-онкологических препаратах происходит у 18-25% случаев пациентов. То есть далеко не все пациенты прогрессируют. Поэтому здесь нужно индивидуально все-таки подходить. Мы говорим о тех шаблонах, которые прописаны, и говорим о реальной клинической практике. Поэтому каждый раз индивидуально смотрите пациента. И у вас, вот сейчас Алексей Викторович тоже об этом скажет, да, что должна работать команда. Я хотел сказать, что, безусловно, надо знать специалистов, и надо иметь возможность послать пациенту-выстрок специалисту из вашей команды, который занимается эндокринными патиями. Не просто послать, а тот, который работает с вами. Кто понимает, что планируется назначать. И наши эндокринологи, мы эти рекомендации имплементировали в нашей рекомендации Русска по иммуно-онкосредственным нежелательным явлениям. Мы рекомендуем осмотр эндокринолога до начала терапии. Мы рекомендуем определенное обследование, может быть, даже более расширенное по оценке функций щитовидной железы. Не потому, что мы будем не включать пациентов с гипотириозом, а просто для того, чтобы знать, с чем был связан гипотириоз. Одно дело, если это просто развивается субклинический гипотириоз, и он никак не связан с лечением. Другое дело, если мы попадем в какую-то эндокринопатию, это будет нежелательное явление достаточно высокой степени. Вынуждены будем отменить его на онкологический препарат. Нам надо знать, что было, потому что просто так связывать нельзя. Опять-таки, обследование – это не простой клинический биохимический анализ крови. Это расширенная панель биохимическая, где обязательно должен быть ЦРБ, обязательно должны быть электролиты, которые мы обычно не смотрим у всех пациентов. Но этих пациентов крайне важно, потому что сложно отловить надпочечную недостаточность. Сложнее, может быть, сделать кортизол, там какие-то другие гормоны. Половые гормоны в том числе надо смотреть, потому что могут быть и там проблемы. Поэтому здесь пациент, у которого планируется иммуно-онкологическое лечение, у него должно быть расширенное обследование. Мы должны оценить изначально то функцию органов, которые могут быть поражены. То есть и сердечную функцию надо смотреть. Ее надо смотреть довольно-таки регулярно, несмотря на то, что это редко встречающаяся ситуация. Откуда вы знаете, будет это или не будет. А алгоритм, например, по сердцу говорит о том, что любой новый симптом на фоне иммуно-онкологических препаратов с подозрением, ну, поражение миокарда, нарушение НКГ, изменение ФВЛЖ. Вот на одном из этих простых тестов, если что-то выявляется, и плюс все ферменты поражения миокарда повышены, это гарантированная госпитализация в кардиологический стационар, гипервысокие дозы глюкокортикоидов и вообще риск неблагоприятного исхода 43%. Это очень высокое, то есть люди умирают от миокардитов, их очень сложно остановить. Нам надо очень быстро делать, чтобы выскочить из этой ситуации. И проблема в том, что это редкая ситуация. То есть вы можете встретиться после сотого пациента, подлечившегося антипи-1, когда уже все расслабились, вроде как все хорошо происходит, мы можем встретиться вот с такой ситуацией. Опять-таки это абсолютно не специфическая клиническая картина. Проблема в том, что многие нежелательные явления, они не обладают какой-то такой вот сверхъестественной. Мы можем диарею получить от чего угодно. Может человек съел что-то не то, а может быть у него вот иммунный колит уже развивается. Поэтому надо очень внимательно к этому всему относиться. Конечно исключать другие причины, но пациентов далеко отпускать нельзя. Мы встречаемся сейчас в многое ситуации, когда пациентам прокапали в одном месте, пациенты живут в другом городе, пациенты совершенно обращаются не туда. Доктора на местах, к сожалению, то, что Светлана Анатольевна говорила, они не то, что не будут прислушиваться к вашим рекомендациям, они их будут сознательно игнорировать, потому что считают, что они лучше знают, что происходит с пациентом, и вообще надо сделать по-другому. И так встречались не где-нибудь, а в Санкт-Петербурге с таким. Поэтому тут очень серьезная ситуация. Можно попасть в тяжелые, моноопосредственные нежелательные явления. И там бескомплексные команды ничего не сделают. Потому что ревматологов совершенно свои подходы. Для них нормально это высокие дозы глюкокортиков, для них и другие препараты совершенно нормально. У нас спектр-1 инфиксимаб, если что-то пошло не так. У них там целая батарея препаратов, тоже таргетных, которые есть, которые можно назначить, можно совершенно спокойно найти, достаточно быстро. Применить и решить этот вопрос. И по поводу кардиотоксичности, извините, я хочу еще, доктора, обратить внимание, что на прошлом конгрессе АСКО была целая сессия, посвященная кардиотоксичности. Редкому осложнению. Вот набрался уже материал, набрался материал, который свидетельствует о том, что это проблема тоже. Это не говорит о том, что нам не нужно назначать препараты. Нужно назначать, нужно лечить пациентов. Но мы должны быть готовы. Это совсем другая токсичность. Не та, которая была на химиотерапии. Совсем другая. И мы должны быть готовы к этому. И обратили вы внимание или нет, и вы уже по жизни знаете, они могут возникнуть в любой диапазон. Может возникнуть после одного введения. Мы чуть не потеряли пациента после одного введения, у которого был полный регресс после Невосипи. 9 месяцев полный регресс. Но мы выводили из осложнений 4 месяца. И сейчас все замечательно, все хорошо идет, благодаря тому, что вовремя отреагировали. А можно закончить уже лечение. Мы с Владимиром Михайловичем Моисенко лечили пациента. Клиническое исследование Алексей Викторович проводил. Тремилиумаб, такой препарат, анти-СТЛ-4. Больной закончил лечение. И в течение двух лет после окончания терапии сохранялась кожная сыпь. Два года после окончания. И сохранялся эффект. Представляете? Завелись механизм аутоиммунный. Как сказал как-то Демидов Лев Вадимович. И очень понравилось. Поезд пошел. Поезд идет очень быстро. И в смысле эффективности, и в токсичности тоже. Все, завелись аутоиммунные механизмы. Их нужно остановить. Это серьезно все. Человека можно потерять. Поэтому будьте готовы к этому. Читайте, знайте. Если что-то непонятно, обращайтесь. И не отдавайте на откуп специалистам, которые в этом ничего не знают. Заранее сформируйте около себя команду, к кому вы будете обращаться. Кто вам поможет с патологией легких. Как это дифференцировать? Что это пульмонит или это просто какое-то воспаление? Кто будет у вас гастроэнтеролог, обязательно поможет. Не просто отпишется, а вникнет. Знаете, как у нас часто бывает? Да онкологически больно. Станет, ради бога, четвертая стадия. Меланома. Что вы хотите? Да все, все понятно. Слабая слабость у него. Естественно, слабость. А там может быть гепатериоз у него быть. И заместительная терапия его выведет из этого состояния. Он будет жить. Поэтому эндокринолог должен быть обязательно тоже у вас. Рентгенолог очень хороший должен быть, который у вас будет на помощи. Вот. У нас очень эффективные препараты. Но они очень особенно состоят со своими желательными явлениями. И вот цель наша, чтобы до вас достучаться, чтобы вы это поняли, что это серьезно очень. Серьезно очень. И будьте готовы к этому. И мы тогда будем хорошие результаты иметь. Да, пожалуйста. Практически в плане информирования пациента именно. То есть если они участвуют в клиническом исследовании, там 10 страниц, может быть, 20 страниц, а четвертых написано про возможное и нежелательное явление. Вот если мы назначаем эти препараты в рутинной практике, какой-то текстовый вариант даем или на словах, просто на словах, наверное, час можно про них рассказывать. Или коротко говорится о том, что могут быть любые вообще проявления. Если коротко, то мы говорим, что могут быть любые. Ваша задача вовремя при любом симптоме все рассказать и про все сообщать. Безусловно, хорошо иметь на руках какую-то письменную информацию, которую можно пациенту просто выдать, он с ней потом ознакомится, просто обозначить, что это очень важно. В принципе, ресурсов сейчас в сети очень много, где расшифровывается. Но для пациентов нужна специальная информация, это однозначно. Если они предупреждены, они знают. У нас вот были школы пациентов, например, мы рассказывали, у нас пациентка сидела вот так на ряду сказала, а чего же вы так рассказываете про иммунотерапию? И мы-то ее хотим, потому что она не токсична. А вы тут рассказываете, что тут может быть все и тяжело. И чем она от химии тогда отличается? Поэтому надо просто объяснить, что, конечно, отличается, но может ударить очень сильно. Вы знаете, доктора, мы живем в такую эру, когда очень много появляется негатива против докторов. Поэтому нам о себе тоже нужно все-таки думать. У нас на первом ампулатурной карте изначально есть информированное согласие пациента, что он подписывает такое общее информированное согласие на возможные процедуры и лечение. А того, что не написано и не подписано, того не было, вы помните, да? Что на словах сказано, этого не было. Поэтому разработайте какое-то для себя, для своего учреждения, может быть, информированное согласие, вложите в ампулатурную карту. В истории болезни всегда информированное согласие есть, наверное, у вас, я думаю, тоже есть. И подпись, конечно, должна быть у пациента, что он информирован, что он запросто может сказать, вы знаете, а мне в это не говорили. Вот именно этого вы мне и сказали, я этого не знаю. Поэтому продумайте, вот, шалдон какой-то, это не так сложно разработать, и свой какой-то, может быть, хотите, посмотрите, что у нас разработано, но лучше, чтобы это... Это должно быть, это должно быть, абсолютно. Ну что, какие у нас еще вопросы? Только, пожалуйста, не пугайтесь, не назначайте, вдруг не назначайте препараты, сейчас мы наговорили про осложнение. Это эффективное лечение, в которое мы будем еще дальше идти, скоро комбинация появится. Вот, мы будем вылечивать пациентов. Помните, кстати, сегодня не прозвучала вот эта фраза Гермонта на последнем, где же он это сказал? Что скоро мы будем видеть излеченных пациентов, мы победим рак. Первое, кто пойдет, скорее всего, это лимфомы, а второе, скорее всего, меланомы. И потом пойдут другие опухоли. Мы что-то сегодня забыли про это сказать. Представляете, уже стали говорить. Я была на заседании ЭСМО, где он говорил, что солнце встало над меланомой. Представляете, наконец-то засветило солнце. Не то, что свет в конце туннеля, а солнце встает, лечить больных стали. А теперь уже стали о возможном излечении пациентов. Поэтому пускай вас не пугают эти вот осложнения. Да, доктор, слушаю вас. Спасибо большое за доклад. Я бы хотела уточнить вот какой момент. Например, у нас наступают осложнения третьей степени. Мы назначаем глюкокортикостероиды, доводим до первой степени, начинаем снижать. В общем, у нас проходит где-то полтора-два месяца. Я правильно понимаю? И потом мы в той же дозе можем вернуться к иммунотерапии. Второй тогда вопрос. Какой период, когда мы уже скажем, ну, нет, достаточно, уже, наверное, не имеет смысла, и пациента надо оставить под наблюдение? Да, спасибо большое за вопрос. Да, в случае... Не забыли об англополосы. Да, я понимаю. Так, значит, в случае достижения, да, в первой степени мы продолжаем глюкотерапию моноонкологическими препаратами, но в случае, если интервал вырастает до 12 недель, если я не ошибаюсь, то в этом случае есть смысл уже просто оставить пациента под наблюдение и не возвращаться к иммунотерапии. Потом я хочу сказать, что третья степень токсичности, третья степень нежелательных явлений при пульмоните, это серьёзное осложнение. Дыхательная недостаточность? Дыхательная недостаточность, вы вряд ли вернётесь. Печёночная недостаточность третьей степени, это серьёзное осложнение. И, как вы понимаете, третья степень нежелательных явлений, это госпитализация пациентов, да? И что бы я хотела еще подчеркнуть, дозы не редуцируются. Вы помните это? Иммуноонкологические препараты, дозы не редуцируются. Она всем маленьком, большому, на килограмм веса, либо стандартная доза, как для биометрикседа уже есть, существует. И дозы не редуцируются. Либо мы продолжаем лечение, либо больному прекратили, у него достаточный эффект, и все, тогда дальше смотрим. Но не ценой жизни тоже лечим пациентов. Помните это? Есть еще вопросы, коллеги? Задавайте, не стесняйтесь. Хотела бы прокомментировать, что это новое направление, новое все-таки лечение, и мы всего не можем знать. И поэтому это не стыдно спрашивать друг у друга, не стыдно звонить нам, мы всегда поможем, и спрашивать у других коллег. Поэтому здесь лучше, если вы в чем-то сомневаетесь, лучше себя обезопасить, лишний раз проконсультироваться. Координаты, по-моему, знаете, да? И поверьте мне, у нас бывают такие ситуации, когда мы тоже собираемся вместе и думаем, как лучше поступить в этой ситуации. Не все так просто. Особенно дифференцировать, что это действительно. Больные, например, мы сейчас говорим о меланоме, больные раком легкого, у которых и так есть изменения в легочной ткани, плюс появился еще пульмонит. Это что? Это специфические изменения, либо это нет. И больной себя хорошо чувствует, а на компьютерной томографии нам пишут рентгенологи, что явление пульмонита, что делать с этим пациентом? Как быть дальше? Да, может быть, динамическое наблюдение какое-то время, без клинических проявлений. А это, если серьезно, может быть, начать глюкокортикоиды. Но каждый раз просто не отпускайте больного в никуда. Оставляйте его под своим наблюдением. Дайте координаты, куда он может обратиться. Не лично, может быть, свой телефон. Заведите телефон на отделение. Кстати, не так это, в общем-то, выходит, может быть, и дорого. Подумайте об этом на отделении, иметь свой номер, куда пациенты могут обратиться, как горячая точка. И вам, у дежурной сестры, например, будет этот телефон, и она с вами всегда соединится. То есть возможности есть. Хорошо. Есть еще какие-то вопросы? Будьте добры. Слушай, для этого можно было, например, пембролизумаб, да, 2 мг на килограмм. На меланоме еще это осталось, а при других заболеваниях уже 200 делали. Какая вероятность того, что развитие побочных эффектов, явлений, да, будет больше, чем если мы делали на 2 мг на килограмм? Это же как быть. Насколько я понимаю и знаю, это никак не коррелирует между собой. Ничего страшного, да. Просто у меня худенькая женщина, 44, получается, на килограмма, делали, получается, меньше 100. Сейчас надо вот 200 вводить. Уже стандартный новый раз и 200. Значит, все нормально будет. Доза зависимая есть, это оксичность? А на эпилемумабе, возможно? На эпилемумабе, может быть. Нету там. 10,3, да, 10. 10, кстати, помните, на килограмм веса эпилемумаба так в Америке осталось. А в адематном режиме, в стандартах. В принципе, для антипедиодинной терапии там нету дозы зависимости такой. Для эпилемумаба есть тенденция к большей токсичности, но опять-таки она зависит от локализации, потому что при раке легкого почему-то 10 миллиграмм на килограмм вообще незаметно проходит. А при меланоме прям очень тяжело. Ну, а в целом я хочу сказать, что вот эти современные уже антипедиодин, антипедиодиодин препараты, они хорошо переносятся. Больной лечится, приходит амбулаторно, не требует госпитализации, да. И, как правило, все проходит неплохо. Мы просто предупреждаем, что может быть и что видели на самом деле. Но комбинированное лечение, оно, конечно, более эффективно, и нежелательных явлений их встречается чаще. Однозначно. Да, коллеги, есть еще вопросы? Нет вопросов? Спасибо, Анни Погосовна. Спасибо большое. Спасибо. Так, Деларома Хамидовна Латипова расскажет нам об осложнениях таргетной терапии. Таргетную терапию сейчас, наверное, меньше стали назначать, нет? Или мое такое мнение? Доктора, кто считает, что таргетную терапию как-то меньше стали назначать? Поднимите руку. Нет? Много ее назначают? А препятствия есть для назначения ее? Нет? Все молчат, значит, нет, все хорошо. Так, слушаем вас. Ну, теперь коснемся таргетной терапии, осложнений таргетной терапии. Здесь представлены основные комбинации, основная токсичность, которая встречается при назначении таргетной терапии. Мы видим, что в основном она проявляется лихорадкой, сыпью, проявляется диареей и фоточувствительностью. По последним данным, это таблица из статьи, было выявлено, что, да, действительно, возникновение серьезных нежелательных явлений в таргетной терапии тоже коррелирует с улучшением общей выживаемости. Мы видим, что высокая частота серьезных нежелательных явлений, например, при энкорофенибе приводит к увеличению общей выживаемости. При назначении даброфениба с траметинебом, вемурафениба с кобиметинебом мы видим, что, да, отмечается серьезное нежелательное явление, но медиана общей выживаемости достаточно выше, чем при низких показателях нежелательных явлений. И также частота объективного ответа выше у пациентов с нежелательными явлениями. Механизмы развития нежелательных явлений достаточно сложные, они до конца не изучены. Это связано с тем, что мы видим, какое разнообразие путей взаимодействия у нас у пациентов происходит. В взаимодействии всех генов друг к другу имеются различные пути взаимодействия, как прогрессирования, так и возникновения токсичности. Здесь, например, играет роль большое воздействие врафингибиторов на гены, эти же гены, но в здоровых клетках. Тогда может быть возникновение гиперкератоза, возникновение опухолевых заболеваний кожи или развитие, например, лейкемии, которая связана с воздействием на кейрас, связанной с кейрас-геном, а также опухоли кишечника, также связанной с геном кейрас. Основные препараты – это веморофенип, который обладает, как мы видим, больше кожной такой токсичностью. Даброфенип чаще приводит к диарее, перексии. И энкорофенип, который появился в последнее время, он больше воздействует на артериальное давление и вызывает гематологическую токсичность. Мы должны понимать, что комбинированная таргетная терапия, она менее токсична, чем монорежим таргетной терапии ингибиторами БИРАФ. И частота, именно вот, как я сейчас уже сказала, злокачественных изменений кожи менее выражена, чем при использовании монорежима ингибиторов БИРАФ. И частота серьезных нежелательных явлений проявляется в основном лихорадкой, ознобом, снижением фракции выброса. И, как уже коснулись, редкие случаи других опухолевых заболеваний. И частота нежелательных явлений на фоне таргетной терапии основная масса проявляется в первые месяцы лечения. И поэтому очень важно четко проследить пациентов в первые месяцы за какие виды токсичности, на что надо направить свою терапию. И мы видим, что далее отмечается резкий спад объема токсичности с удовлетворительной дальнейшей переносимостью пациентов в данной терапии. И какие шаги мы можем предпринять для управления данной токсичностью? Это редукция доз препаратов, модификация доз препаратов. Разработаны специальные уровни или шаги снижения доз препаратов, которые допустимы в настоящее время. Существуют и случаи в нашем опыте, что пациент, принимая одну таблетку препарата, жил без рецидива и без прогрессирования достаточно длительное время. Основная дерматологическая токсичность может проявляться в виде сыпи, фоточувствительности, в виде новообразования кожи, как доброкачественных, так и злокачественных. В основном чаще мы встречаемся с сыпью, которая возникает в среднем через 2 недели и обладает дозозависимым характером. Фоточувствительность встречается чаще у пациентов в светлокожих и появляется сразу, как пациент вышел на солнечные участки без солнцезащитного крема. Сыпь при таргетной терапии может иметь макулопопулезный, папулопустулезный или фолликулярный тип. Развивается через неделю-две, чаще возникает на теле, на лице, на конечностях в первую очередь. Ну и, конечно, бывают случаи возникновения сыпи по всему телу. Использование монотерапии BRAF-ингибиторами проявляется в виде таких выраженных гиперкератозов. Также встречается на комбинированной таргетной терапии, которые могут проявляться как гиперкератозом стоп, на конечности появлением различных видов кератокантом и также вплоть до плоскоклеточного рака. Как же лечится дерматологическая токсичность в зависимости от проявлений? Если это видеоузловое ретемо, фоточувствительность различных кератокантом, это более такие мягкие проявления, которые можно лечить увлажняющими кремами, использование солнцезащитных кремов обязательно, возможно хирургическое лечение папиллом или кератокантом и использование кремов с определенным составом, это кортикостероиды или мочевина. Алгоритм лечения сыпи зависит от степени токсичности. Мы видим, что первая, вторая степень, можно наблюдать пациентов, назначать антигистаминные препараты, консультировать у дерматологов и, возможно, редукция доз препаратов. Но если возникает сыпь третьей, четвертой степени, то здесь необходимо приостановить лечение до регресса токсичности до первой степени, назначить сначала антигистаминные препараты, топические стероиды, но при неэффективности лечения все равно перейти на кортикостероиды. И мы об этом касались, что если пациент явился уже с выраженной токсичностью третьей, четвертой степени, то здесь, возможно, начало терапии сразу кортикостероидами, не используя антигистаминные препараты. Следующей токсичностью может быть диарея. Достаточно частое явление чаще встречается при использовании веморофениба и подход сначала должен осуществляться симптоматически назначением приема лопирамида, препаратов, пробиотиков. Однако, если нет эффекта, то мы сразу же должны пациентов госпитализировать, потому что выраженная диарея второй, третьей, четвертой степени – это уже жизнеугрожающая диарея, которая грозит обезвоживанием пациента, приводящим к достаточно плохому исходу, поэтому необходима госпитализация, назначение кортикостероидов и инфузионной терапии. Следующая токсичность – это лихорадка, механизм, развитие которого не ясен до сих пор, она чаще ассоциируется с приемом доброфениба, и лихорадка также может сопровождаться гипотензией, общим недомоганием, но мы обязательно должны дифференцировать возникновение лихорадки с фибрильной нитропинией или другими инфекционными осложнениями. И, как было доказано, что, да, действительно, развитие лихорадки никак не влияет на эффективность терапии. То есть, чем нельзя сказать, что развитие лихорадки может способствовать увеличению эффективности. Мы видим, что пока данные обладают клинически незначимой. Какие общие принципы лечения перексии? Это, если мы, в первую очередь, исключаем инфекционную природу, это обязательно снижение дозы или прерывание терапии. А если лихорадка прекращается в течение суток, то мы можем вернуться к тем же дозам таргетной терапии. Однако, если данная лихорадка сохраняется больше 24 часов, то дальнейшее назначение требует редукции доз препаратов. И если при повторном назначении препаратов вновь возникает лихорадка, то, конечно, необходимо редуцировать дозы до тех уровней, а при которых данная токсичность не будет повторяться. Это алгоритм управления перексией. Он также сопоставима со всеми остальными алгоритмами, где необходимость при остановке лечения уже при второй степени токсичности. И следующий очень частый симптом назначения таргетной терапии, мы часто сталкиваемся с этим, это артрология, вплоть до развития симптомов при ревматоидном артрите. Пациент не может согнуть пальцы, не может ходить, болевой синдром. Он очень хорошо купируется прекращением терапии. При третьей-четвертой степени тяжести необходимо назначение глюкокортикоидов, обязательно консультировать с ревматологами, и при необходимости даже эвакуация суставного выпада из суставов. Чаще возникает на приеме веморофениба, и третья-четвертая степень тяжести возникает у каждого, получается, пятого пациента. Здесь также алгоритм лечения артрологии. Слабость. Слабость очень часто встречаемое осложнение таргетной терапии. Если слабость развивается до третьей степени, обычно пациенты могут не жаловаться на слабость, потому что, ну, что слабость? Слабость. И наши пациенты часто не досказывают свои жалобы. И одной из этих жалоб – это слабость. Поэтому мы должны сами, как специалисты, спрашивать подробно, какая слабость, когда возникает слабость, к чему приводит эта слабость. Если мы диагностируем выраженную слабость третьей-четвертой степени, то, конечно, здесь также требуют действий в виде уменьшения дозы, вплоть до остановки лечения. И при таргетной терапии могут возникать кардиологические осложнения. Очень часто встречается на фоне использования миоконгибиторов. Здесь отмечается удлинение интервала QT. И это достаточно серьезные осложнения. Поэтому необходимо перед началом назначения таргетной терапии выполнение эхокардиографических и электрокардиограмму с расчетом интервала QT. Существуют специальные формулы. Если специалисты-кардиологи не будут давать вам эти результаты, то нам придется рассчитывать это самим. Здесь также алгоритм действия при удлинении интервала QT. Мы уже видим, что при увеличении QT больше 500 миллисекунд мы должны прекратить прием BRAF и МЕК-ингибиторов тоже. Алгоритм действия при снижении фракции выброса тоже можно зафиксировать. И также очень часто встречаются офтальмологические осложнения, которые связаны с назначением как BRAF-ингибиторов, так и МЕК-ингибиторов. Очень часто встречается центральная серозная ретинопатия. И развивается она, может, через неделю или несколько месяцев после начала терапии. Очень увеиты, которые ассоциированы с назначением BRAF-ингибиторов, встречаются в одном процентном случае. Но я вас уверяю, только в клинической практике встречаемость офтальмологических осложнений цифры достаточно выше. Поэтому у вас в команде, кроме эндокринолога и гастроэнтеролога, должны быть, конечно, и офтальмологи. Потому что вплоть до отслойки сетчатки могут быть осложнения, которые достаточно резко снизят качество жизни больных. Надо сразу реагировать. Токсичность проявляется в виде появления пиксельного зрения, в виде нарушения зрения всполохов. Пациенты могут рассказывать, что они видят картинками, как мультяшные картинки, да, и что пятна белые могут быть. Поэтому всегда нужно спрашивать пациентов про данную токсичность тоже. То есть все зависит от сбора анамнеза. Сосудистые осложнения, к ним относится гипертензия, которая часто встречается на траметинибе до 12% случаев. И частота гипертензии в комбинированной таргетной терапии доброфениба с траметинибом достигает 22% случаев. Алгоритм управления гипертензией также заключается в прекращении приема БРАФ-ингибиторов при уже первой стадии гипертензии. Ну и гипергликемия. Эндокринологические изменения также могут встречаться редко, но бывает при назначении таргетной терапии. Частота третьей степени тяжести 2-6%. И здесь снижение дозы, сразу прибегать к снижению дозы не надо. Необходимо в первую очередь проконсультироваться эндокринологом и решить возможные заместительные терапии. При неэффективности тогда уже модифицировать дозы. Следующей токсичностью является нарушение функции печени. Чаще встречается на использовании вемуруфениба. Вемуруфениба – это 13% случаев. Рекомендуется отмена таргетной терапии, если мы еще и планируем добавить лучевую терапию с последующим воздавлением после его окончания. Также отмечается повышение щелочной фосфатазы в 26% случаев на монотерапии, в 60% случаев комбинированной терапии. Ну и здесь такой же подход. Снижение дозы при необходимости переключения с одного препарата на другой препарат, а также при необходимости назначения госпитализации и кортикостероидов. Таргетная терапия обладает также иммунологическим эффектом. Как мы чуть-чуть касались ранее, она проявляется в усилении инфильтрации опухоли иммунными клетками. И на нашем опыте был случай назначения таргетной терапии с развитием выраженной кожной токсичности. Мы видим здесь кожный осыпь третьей степени на фоне таргетной терапии. Но при остановке лечения и назначении антигистаминных препаратов с местными кортикостероидами эффекта не наступило. Токсичность развилась еще хуже, до третьей степени. Мы подозревали, что это синдром Стивенса-Джонса, потому что инфильтрация и сыпь была и на слизистых оболочках у пациента. Была выполнена биопсия данного участка кожи, при которых была выявлена действительно лимфоидная инфильтрация. Были выявлены клетки CD4, CD8, CD20, что характерно более для иммунной реакции. То есть при использовании таргетной терапии иммунный ответ также имеет место быть, и мы должны забывать об этом. Было исследование, в котором как раз изучалось влияние иммунных осложнений, иммунного ответа при таргетной терапии. В этом исследовании за иммунные реакции взяли витилиго, увеид, узловатую эритему и кератоз. И было выявлено, что те пациенты, у которых встречалась данная токсичность, у этих пациентов время беспрогрессирования было намного выше и достигало 42 месяцев. И таким образом применение ингибиторов BRAF и МЕК, которые зарегистрированы в Российской Федерации и имеются уже у нас на руках, сопровождает развитие нежелательных явлений, которые требуют постоянный контакт пациента. Как уже задавали вопрос о необходимости информирования, необходимо информировать пациента, необходимо разработать какую-то памятку, хотя бы на одном листочке, что возможно развитие такого и такого осложнения. Что нужно делать? Но в первую очередь, первым ответом должна быть запись, что пациент должен обратиться к лечащему врачу. И мы должны понимать, что развитие этой токсичности не должно нас пугать, лимитировать, не должно быть преградой к назначению таргетной терапии. Весь вопрос заключается в том, что мы должны уметь с ней бороться. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Диалара Мухамидовна. Спасибо очень содержательно, достаточно емко. Уважаемые коллеги, вопросы к Диалару Мухамидовне? Может быть, кто-то хочет добавить свое мнение по поводу использования таргетной терапии? Что-то Вы встречали в своей жизни? То, что мы не озвучили сегодня. С нами поделитесь, расскажете. Я бы единственный комментарий хотел добавить, что Диалару Мухамидовна все рассказал, но таргетной терапии есть одно волшебное свойство. Отмена терапии, как правило, решает очень много проблем. И в течение буквально недели после отмены большинство эффектов купируются достаточно быстро. То есть в этом и вот ключевое отличие от иммунотерапии. Иммунотерапию мы не можем отключить, вот как часы, таргетную терапию мы можем отменить и увидеть улучшение, гарантированное в течение небольшого срока после отмены. Более того, некоторые нежелательные явления действительно при возобновлении лечений не повторяются. У меня вопрос. Диалару Мухамидовну, а можно снижать дозу препаратов еще ниже, чем указано? Перерывы делать как-то, интермитирующие приемы там? Я считаю, что можно делать, потому что таргетная терапия будет работать в любом случае. И даже пример на то, что пациент отвечал на одну таблетку препарата, доказывает многое. Поэтому, да, понятно, у нас в рекомендациях описана определенная доза, но клиническая практика, наша работа, рутинная использование этих препаратов, конечно, она разительно отличается от всего того, что показывают в клинических исследованиях. Ну, уважаемые коллеги, вы согласитесь с нами, что в клинических исследованиях там рафинированная группа пациентов, правда, с удовлетворительным состоянием, с минимальной опухолевой нагрузкой, с хорошими показателями клиническими, биохимическими, правда, вот, рафинированная группа пациентов. А в жизни мы встречаемся с другими пациентами, и осложнения могут быть тоже непредсказуемы. Скажите, пожалуйста, а у вас, вот коллеги, обращаемся к вам, на каких минимальных дозах пациенты были? Были у кого-то, что вообще там одну-две таблетки принимал пациент, а ответ был на лечение? Были такие случаи? Скоро будут, наверное. Ну, наверное, скоро будут, да. А поднимите руку, кто применяет таргетную терапию при меланоме? Поднимите руку, пожалуйста. Не так мало. Ну, хорошо. Диларом Хабидов, у меня такой вопрос. У вас там был слайд, вот, и вы просто не проговорились. С какими препаратами нельзя применять брав-ингибитора и мек-ингибитора? Противопоказано. Можно будет включить еще раз, чтобы доктора посмотрели, да. Потому что вариконазол есть. Ну да, это сильные препараты, которые... Посмотрите еще раз, доктора, и не все можно сочетать. И обратите внимание, есть общее, да, можно назначать глюкокортикоиду, но здесь кратковременно назначают, на несколько дней, только буквально, не надо месяц целый использовать, да? Где-то я пропустила. Да, нельзя использовать препараты с такими препаратами, тяжелыми антибиотиками, Вот, вот, вот. Прочитайте еще раз. С противогрибковыми препаратами. Значит, и, конечно, желательно не назначить вот вопрос, а можно ли назначать препараты противовирусных препаратов назначаем при ВИЧ-инфекции? Вот это у меня не указано, но я считаю... Вы себе вопрос задаете? Я задаю президенту и всем нашим докторам. Прочитайте больных ВИЧ-инфицированных. Да? Да. Я хотел бы уточнить, я изучила этот вопрос, потому что была пациентка с активной ВИЧ-инфекцией на фоне антиретровирусной терапии. Везде в рекомендациях показано, что оба основных таргетных препарата, что веморфенип, что даборфенип, их возможно сочетать с антиретровирусной терапией. Они могут менять концентрацию взаимодействия между препаратами, но абсолютных противопоказаний к назначению совместному нет. Конечно, нужно очень внимательно отслеживать на начальных этапах под пристальным вниманием лечивого врача-инфекциониста таких пациентов, именно по уровню CD4 клеток, которые контролируются постоянно, как меняется эффективность антиретровирусной терапии. Могут быть, конечно, осложнения. Очень мало исследований, которые этому посвящены на сегодняшний день. Но я думаю, что мы в практическую свою деятельность эти пациенты входят. Мы не боимся сейчас их лечить. Мы знаем, что это можно делать. А когда у нас появится достаточная информация уже из клинической практики, я думаю, что будут расширены и рекомендации по оккупированию токсичности именно при таких ситуациях. Да, и на самом деле этот список, он просто условный, потому что бывают случаи, когда и на фоне этих препаратов возможно назначение таргетной терапии. И хотела бы спросить зал, а при выявлении активного туберкулеза мы можем назначать иммунную или таргетную терапию? Не бойтесь, говорите. Ваше мнение станет назначать активную форму туберкулеза. Были такие больные у вас, нет? Не было. При активной форме туберкулеза мы не назначаем ни таргетную ни иммунотерапию до того момента, пока этот процесс не стабилизируется. Общее правило, любой острый инфекционный процесс является противопоказанием для проведения любой терапии. Химиотерапии, таргетной терапии, острый процесс. То, что касается такого хронического течения, то больные лечатся, никто не дискредитируется. И больные ВИЧ-инфицированные, носители гепатита С, они не стоят где-то особняком, они также лечатся. К сожалению, в клинические исследования эти пациенты не попадали, скорее всего, не попадут, не будут клинических исследований специальными. Поэтому жизнь просто будет выносить свои коррективы. Я помню, как-то готовилась к одной конференции, у меня был доклад, что посвящен реальной клинической практике. Так вот, реальная клиническая практика, она несколько расходится с клиническими исследованиями. Поэтому вопросы возникают такие у нас определенные. Коллега хочет спросить, будьте добры. Скажите, пожалуйста, мы задавались про сабитую терапию ВИЧ-инфекцию, а иммунотерапия и ВИЧ-инфекция? Это также зависит от активности процесса. Если специалисты, да, инфекционисты обращают внимание, что в настоящее время имеется ремиссия заболевания, то нет необходимости назначения массивной противовирусной терапии, то мы можем назначать иммунотерапию. Сейчас добавит Алексей Викторович. Да, я хотел сказать, что в исследованиях было показано, что нет данных о снижении эффективности иммунотерапии на фоне ВИЧ-инфекции или увеличения числа нежелательных явлений на фоне именно ВИЧ-инфекции. И это же касается гепатита С. То есть эти два состояния, которые как бы иммуносупрессивны на фоне подающейся на сегодняшний день терапии, в принципе никаких опасений не вызывают. Другое дело это вот иммуносупрессивная терапия при трансплантации, но мы с таких еще ситуаций не встречались. Там не рекомендуется иммунотерапия, потому что риск отторжения органа просто достаточно высокий. То же самое касается почечной печеночной недостаточности. Как быть у пациентов, если изначально есть признаки почечной печеночной недостаточности? Клинические исследования не включались эти пациенты, а в тех инструкциях, которые есть, там только легкой степени допустимо применение препаратов, что таргетной терапии, что иммунотерапии. В предыдущих случаях разрешено при средней степени. Тяжелые просто никогда больные не включались. Но бывают разные ситуации клинические, поэтому здесь уже индивидуально будете подходить. Конечно, тяжелое состояние пациента, оно должно быть чем-то обусловлено, и вы здесь должны просто продумывать, чем оно обусловлено. Риск осложнений возможных и ожидаемая эффективность. И вот два полиса, которые вы должны соединить и решить, что с этим пациентом делать. Это, конечно, будет на воле вашей, на решение должно быть за лечащим терапии. Ну, что 3-4, 4-я степень? При 4-й степени иммуно-онкологические препараты пока не назначали, не было. Что касается таргетной терапии, у меня были пациенты, их, конечно, немного, на гемодиализе получали терапию. Но это ты берешь, конечно, на себя ответственность абсолютную и ответственность на тех, кого ты лечишь. Больной готов на то, чтобы он лечился. И действительно были неплохие ответы. И доктор, который проводит гемодиализ, он тоже понимает, на что он идет. Ответ был неплохой. Мы застрахованы были всегда гемодиализом. В жизни бывают какие у нас цифры? Наверное, мы смотрим все-таки не на уровень самого кретинина, а какова почечная фильтрация, клубочковая фильтрация, какой уровень. И он должен быть, конечно, не удовлетворительным, а хотя бы второй степени. Не ниже 30 мл. У меня один случай был в назначении на гемодиализе антипидиодин препаратов, но там осложнений не было. А с эффектом иммунотерапии, да. Монотерапия? Иммуно, иммуно. Пидиодин. Пидиодин, один только монотерапия. Там при заболевании почки было. Но с эффектом там тоже не все так хорошо, как хотелось бы. Пока будем смотреть. Повторить, что реальная клиническая практика будет отличаться от тех прописных истин, которые есть. У нас есть определенные стандарты, как себя вести. К сожалению, не всегда все можно уложить в стандарты. Правда? Вот. Поэтому, да, будем работать. Будем вместе думать. Какие еще вопросы есть? Да, будьте добры. Оба докладчика говорят, что нежелательные явления приводят к тому, что улучшается продолжительность жизни. Так, может быть, это желательные явления? И какие из этих нежелательных явлений действительно продлевают качество жизни и сроки жизни? Кстати, как вас зовут? Вы не представитесь нам. Не рихирург только. Знаем и все. Алексей. Алексей, его что? Алексей Борисович. Алексей Борисович, очень приятно. Из какого города вы? Город Морнонск, областная больница. Угу. Ну, чаще всего приводит к увеличению общей выживаемости иммунные виды токсичности. Не приводит, а сочетается просто. Сочетается, да, прошу прощения. Сочетается. Так как здесь мы раскручиваем иммунитет и доводим его до такой степени, что он уничтожает не только направлено на уничтожение опухолевых клеток, но и задевает и свои собственные органы. То есть реакция, атака идет и на свои органы. Это я так объяснила. Ну, тут на самом деле не так много информации на самом исследовании, потому что частота нежелательных явлений, вы видите, она не очень высокая. А если мы возьмем какое-то одно конкретное нежелательное явление, ну, там ту же токсичность, там, не знаю, кожаную, да, то она составит процент от этого процента. То есть это небольшое количество пациентов относительно, и очень сложно исследовать и связывать конкретное состояние с этим. Но, тем не менее, возможно группировать нежелательные явления по механизмам действия. Мы сделали такую, предприняли попытку. И, в принципе, по нашим данным получается, что там, где механизмом развития является молекулярная мимикрия, то есть просто ошибка в распознавании антигенов, там однозначно, например, витилиго, самое типичное такое, да, там однозначно есть взаимосвязь с эффективностью, потому что это просто ответные меланоциты, и уничтожаются и свои меланоциты, и опухолевые меланоциты, в общем, все вместе, это как маркер такого иммунного ответа. Более того, мы видели, что в зависимости от уровня витилиго, витилиго уменьшается, прогрессирование наступает, витилиго растет, прогрессирование заканчивается у одного и того же пациента. Ну, и, как мы видим, при том и другом докладе в основном превалируют иммунологические осложнения, и поэтому они и коррелируют с... Увеличением общей выживаемости. А вот нежелательное явление, которое связано с врожденной иммунной системой, это может быть не настолько хорошо. Есть аллергическая реакция, хоть редко, но бывает, да, которая вот смешанного механизма. Есть там всякие лихорадки, температуры, там, где работает врожденная иммунная система, они тоже, наверное, не столь активны. Сложность представляет вот колиты и, скажем, там, синдром Стивенса-Джонсона, там, где работает иммунокомплекс, или, как в колитах, там, все завязано на первый класс комплекса гистосовместимости, и участвует и адаптивная врожденная иммунная система. Ну, для иммунопосредственных нежелательных явлений антипедиодин-терапии, цитля-4-терапии, они скорее увеличивают продолжительность жизни. Для таргетной терапии, не знаю, делалось или нет, надо смотреть. Но однозначно показано, что не все нежелательные явления одинаково полезны. И при использовании некоторых других таргетных препаратов, таких как сунитини, эпокситини при раке почки, идет влияние, это мы знаем, ингибиторы ВГФ, факт рецепторов. А здесь идет корреляция с гипертензией, как мы знаем, что у тех пациентов, у кого отмечается данное осложнение, то эффективность вырастает в 2 или в 3 раза. Поэтому здесь можно сказать, что не иммунологическое осложнение, но также коррелирует с эффективностью. Поэтому это такой вопрос индивидуальный. Да, и больного можно успокоить, что у вас осложнение, видите, у вас эффективное лечение. Значит, это здорово. Мы в жизни делаем лечение, и оно вам идет, вам на пользу. Это хорошо. Успокоить его в этом смысле, правда, и себя тоже. Значит, что-то получилось. Еще мы не затрагивали такой вопрос антибиотики и эффективность иммунотерапии. Я думаю, что потом коснемся этого. Так вот, назначение антибиотикотерапии до начала лечения однозначно сказывается негативно на результатах лечения, на безрецидивной и общей выживойности пациентов. Особенно это доказано при раке легкого. Рак легкого, рак почки. Ну, если говорить в принципе об этом, то если больной нуждается в назначении антибиотиков, значит, есть проблема какая-то серьезная. Либо сопутствующая патология, либо тяжелое состояние само по себе требует назначения антибиотиков. Плюс антибиотики что еще воздействуют на микробиоту, что сейчас тоже много говорят, что возможно здесь какой-то фактор есть неблагоприятный, когда подавляется, естественно, наша флора, то ответ на иммунотерапию будет хуже. То есть вопросов очень много. Я думаю, что мы с вами потом со временем будем все это обсуждать. Ну что, отпускаем Делару Мухамидовну? Есть еще вопросы? Да, я хотела еще сказать, что да, и иммунологическая токсичность, и неиммунологическая токсичность, она играет роль и коррелирует с увеличением общей выживаемости. А более точно механизмы в настоящее время сложно сказать. Я думаю, что в ближайшем будущем мы можем точно ответить на этот вопрос. Спасибо, спасибо Делару Мухамидовну. Спасибо большое, спасибо. Итак, уважаемые коллеги, у нас остался еще один доклад, клинический случай, да? Два клинических случая. Так, будьте добры. Кто у нас первый? Екатерина Александровна? Да, будьте добры. А второй случай? У вас же? Екатерина Михайловна. Все, Екатерина Михайловна, вы здесь. Доброе утро, уважаемые коллеги. Уже день уже наступил. Да, добрый день. Вы уже попроснулись, наверное. А мы уже давно тут работаем. Позвольте представить интересные клинические случаи. Мужчины средних лет. Сейчас, прошу прощения. Да. В начале 2013 года пациент отметил у себя образование на коже спины. В динамике это образование увеличилось в размерах. Появилась некоторая кровоточивость. И по месту жительства было принято решение удалить это образование. По гистологическому заключению была выявлена меланома. ПТ-3А, Н0, М0. Это соответствовало второй А стадии, что не требовало назначения адюватной терапии. Однако через год у пациента появились метастазы в акселярных лимфатических узлах. Была выполнена подмышечная лимфоденоктомия слева. И дальше пациент в адювантном режиме получил терапию и полибомобом суммарно всего 6 видений. В целом пациент переносил достаточно хорошо. Отмечалась всего лишь диарея первой степени, ИСы первой степени, которые купировались только симптоматическим лечением без назначения глюкокортикостероидов. Два года спустя у пациента по данным контрольного обследования появились вторичные изменения в мягких тканях плеча. По цитологическому исследованию были выявлены опухолевые клетки меланома, а также была обнаружена экспрессия PDL-1. Пациенту в рамках расширенного доступа была начата терапия неволумабом. Суммарно терапия продолжалась в течение полутора лет. Пациент получил 37 видений, переносил достаточно хорошо какой-то гематологический или других осложнений, в том числе иммунопосредственных осложнений, зафиксировано не было. И уже через полгода от начала терапии у пациента отмечался частичный регресс, полный регресс через год от начала терапии. Учитывая достаточно длительный период терапии, а также сохраняющийся эффективность лечения, спустя полтора года было принято решение прекращения терапии, пациенту дальше было выполнено иссечение остаточных образований в мягких тканях, опухолевых клеток по гистологии не обнаружено. Все лечение было завершено в июле 2018 года, однако 4 месяца спустя после завершения у пациента по контрольному обследованию были выявлены некоторые изменения в правом легком по типу матового стекла. Пациенту были назначены бронхолитики, антигистаминные препараты, на тот момент клинических симптомов никаких не было. И через месяц было выполнено контрольное обследование в динамике нарастания уплотнений бронхима ВС-4 и ВС-6. И таким образом, учитывая нарастание явлений и отсутствие эффективности симптоматической терапии, пациенту был диагностирован отдаленный монопосредованный пульмонит второй степени. Это, естественно, потребовало назначения глюкокортикостероидов, учитывая вторую стадию терапии, заключалась в назначении пренезолонов в минимальной дозе 1 мг на кг в сутки. Через 3 суток от начала терапии глюкокортикостероидами у пациента было зафиксировано повышение глюкозы до 20 ммол на литр, что потребовало, естественно, госпитализации в стационаре, рекупирование данного осложнения, после чего была продолжена терапия глюкокортикостероидами. И уже через неделю от начала терапии кортикостероидами был отмечен полный регресс пульмонита. Естественно, пациент продолжил терапию пренезолоном суммарно до 3 недель. И в настоящее время, уже в течение года, пациент наблюдается. Каких-то отдаленных изменений или признаков рецидива заболеваний у него не выявлено. Хочется еще раз отметить, что мы все помним, что наиболее часто осложнения не затрагивают в основном кожу и желудочно-кишечный тракт, однако могут поражаться и абсолютно любые органы и системы. Важно помнить, что осложнение, как правило, возникает в среднем на вторую неделю от начала терапии, но также может быть и через даже несколько месяцев после завершения терапии. Естественно, что раннее начало лечения глюкокортикостероидами обеспечивает более быстрое купирование осложнений и профилактирует развитие жизнеугрожающих осложнений. И, как было ранее сказано, мультидисциплинарный подход всегда обеспечивает успех для лечения онкологических больных. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо, Екатерина Александровна. Вопросы есть? Я хочу прокомментировать. Доктора очень беспокоились об этом пациенте, судя по тому, как его лечили. Одевантную терапию пилюмабом он получал, хотя у нас и пилюмаб не входит в стандарты проведения терапии. В Америке зарегистрировано 10 мг на 1 кг веса. Осталась эта у них регистрация. У нас пилюмаб не используется. Но, тем не менее, старания докторов, наверное, не прошли даром. У него безреститивный период был 3 года, по-моему. Да. Два года. Два года. И потом вот неволумаб 37 введений. Вы согласны с тем введением, которое было сделано? Принезолон назначен. Да? Или нет? Простите, антибиотики. Да. Как с антибиотиками? Ну, учитывая, что это аутоиммуногенез заболевание, здесь антибиотики не назначаются. А в каких случаях мы антибиотики будем назначать или нет, например? В каких? Если мы подозреваем инфекционную идеологию, соответственно, тогда и будем. Инфекционную. А какое-то исключение. Посева. Посева, да. Брухоскопию надо делать или не надо, Екатерина Михайловна? Екатерина Александровна. В принципе, можно назначить. Как это дифференцировать? Доктор, а как вы на местах делаете? Скажите, что вы делаете? Не было пульмонитов? У кого были пульмониты? Поднимите руку. Так. И что вы делали? Просто исключили инфекционный процесс. Нет. А что делали? Какие обследования? Компьютерную томографию только? Или бронхоскопию делали? То есть. Вплоть до биопсии. Ткани легкого. Да. Вот. Все вам сказали. То есть достаточно большой спектр. Но это только единственное, что нужно делать очень быстро. Согласны? Правда? Потому что если мы это будем делать в течение двух недель, то больной погибнет от дыхательной недостаточности. Если это иммунопосредованное нежелательное явление. Так, да? Да. Пациент себя чувствует хорошо? Абсолютно. Уже год находится по динамическим нападениям без лечения. Без лечения. Хорошо. Есть вопросы, коллеги? Согласны с тактикой? Согласны. Отпускаем? Отпускаем? Отпускаем. Спасибо, Екатерина Софимовна. Спасибо. Так, Екатерина Михайловна. Второй случай нам расскажет. Расскажет Анухина Екатерина Александровна. Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. На основном мы сделали моего доклада. Есть ли противопоказания для таргетной терапии уборов положительных пациентов при миностатической меланоме? Вообще, есть ли такие противопоказания в практическом плане, при реальной клинической практике? Из анамнеза пациентка 59 лет в 2014 году осенью очень хорошо при диспансеризации, так как это должно происходить, хирург обратил внимание на измененное образование на коже спины. Было выполнено его иссечение, верифицировано, что это меланома, ПТ4А0М0, и потом пациентка осталась под наблюдением. Однако через месяц было выявлено уже метастатическое поражение подмышленных лимфатических узлов. Справа было выполнено радикальное хирургическое лечение в декабре. Ну, опять же, буквально через месяц отмечено уже еще ухудшение уже в мягких тканях туловища. Было выполнено еще цитуредуктивное хирургическое лечение. Через несколько месяцев снова появление образования в мягких тканях. Еще раз повторная уже радиоволновая эксцизия данных метастазов. После этого была назначена дювантная иммунтерапия интерфероном в низких дозах. Хочу отмечить, что пациентка переносила удовлетворительно тогда дювантный вариант терапии интерфероном. Но через несколько месяцев было отмечено ухудшение онкологического процесса, появление метастазов в легких. Было проведено два цикла химиотерапии. Хочу отметить, что это 2015 год. Тогда еще современные препараты, иммуно-онкологические и таргетные препараты не так были распространены в реальной клинической практике. Поэтому самое быстрое, что тогда могли предложить пациентке, это проведение химиотерапии. После двух циклов было отмечено ухудшение онкологического процесса с появлением новых очагов как в легких, так и в мягких тканях. Клиническая картина представлена на фотографии на слайде. В тот момент у нас открылась программа расширенного доступа к препарату Пелюма. Первый онкологический препарат. Мы предложили пациентке участие в этой программе. Провели четыре введения препарата. Добились стабилизации процесса, которая продолжалась чуть менее, ну почти полгода. В апреле 2016 года было выявлено ухудшение процесса и появление метастазов в акселянах лимфатических узлах слева и увеличение появления новых очагов в мягких тканях туловища. Хочу отметить, что иммунотерапию Пелюма пациентка приносила удовлетворительно. Никаких иммунопосредственных и желательных явлений не отмечено. В тот момент мы смогли уже предложить пациентке иммунотерапию анти-ПД-1 препаратом Ниволумабом. Мы его начали в мае 2016 года. Пациентка была в хорошем общем состоянии. Мы в научном плане выполнили исследование ПДЛ-1. Мы не обнаружили этот показатель, но это не является критерием для назначения иммунотерапии ПД-1 ингибиторами при меланоме. Мы добились стабилизации опухолевого процесса, уменьшения образования в лимфатических узлах. Всего было суммарно проведено 47 введений препарата. Это чуть больше, чем 2 месяца с условиями небольших перерывов. Я об этом скажу далее. 2 года, извините. 2 года. Также динамика положительная в рамках изменений в мягких тканях. И отличительной особенностью у этой пациентки было развитие иммунопосредственного витилига. Вокруг метастазов в мягких тканях туловища, что является благоприятным прогностическим фактором как для прогноза, так и для развития и сохранения эффекта. 3 года. 3 года. Отмечено не было. Но было отмечено редкое осложнение. Это гипербилирубин и миа без одновременного повышения уровня транссаминаз. И при перерывах в лечении, которые мы делали, чтобы верифицировать, что это за осложнение после консультации, инфекциониста и гастроэнтеролога, мы отмечали снижение уровня билирубина. Чем подтвердили связь с проводимой иммунотерапией, мы попробовали назначить преднизолон в минимальной дозировке 10 мг в сутки. И через не такой длительный период лечения данное осложнение полностью было оккупировано и боли не возобновлялись. На момент окончания лечения, которое закончилось через 2 года, от начала, это была финальная точка в рамках программы, которую мы могли предложить пациентке, добившись стойкости, стабилизации опухолевого процесса, предложили динамическое наблюдение. Выявили за несколько месяцев до окончания лечения заранее молекулярно-генетический статус, определились, что есть мутация БРАФ заранее, сообщили пациентке, но на тот момент никак не влияло на принятие решений. Далее пациентка наблюдалась. Слайд подтверждающий то, что на сегодняшний день мы точно знаем, что у БРАФ-положительных пациентов есть ответ на иммунотерапию. То есть приоритета в назначении БРАФ-терапии может быть только в отношении состояния пациента, а эффективность она значительно не отличается. Пациентка наблюдалась с лета 2018 по октябрь 2019 года, прошлого года. Полтора года. Полтора года. Пациентка просто наблюдалась, ее ничего не беспокоило, и опухолевый процесс был в рамках стабилизации. В октябре она отметила клиническое ухудшение, нарастание одышки при физической нагрузке, появление сухого кашля. Она даже не обратила на это внимание, обратилась к терапевту по месту жительства. На предыдущем контрольном обследовании за несколько месяцев было все нормально. По флюорографии легких было выявлено пневмония, ей назначили антибактериальную терапию, которую она начала получать. Однако через несколько недель эффекта так и не было отмечено. Тогда было принято решение, пациентка уже связалась с нами, что нужно выполнять компьютерную томографию с контрастированием обязательно в таких ситуациях. И было выявлено не только ухудшение онкологического процесса, как и в лимфатических узлах, внутригрудных и забрюшенных, и в шейных лимфатических узлах, но также двусторонняя тромбоэмболия, которую уже как две недели лечили просто антибиотиками и не назначали антикоагулянтной терапии. И также было выявлено образование в правом желудочке сердца, которое по данным только компьютерной томограммы невозможно было верифицировать. То ли это крупный тромб, который дал в дальнейшем такую массивную тромбоэмболию, то ли это метастаз. Была дополнительно выполнена эхокардиография. Функция сердца и фракция выброса левого желудочка осталась в пределах нормы. Это очень важно в таком состоянии, потому что она сердечная функция скомпрометирована на образовании в правом отделе сердца. И также данное исследование не поставило точку после ответа на вопрос, что же это за образование. Это опухолевый тромб, просто тромб, или это образование солидное, метастаз в правом отделе сердца. Было рекомендовано пациентке выполнить исследование сердца специфично в таком состоянии. Это МРТ сердца. Но она его уже выполняла в рамках, непосредственно перед госпитализацией, она его выполнила. Еще не успев получить консультацию кардиохирурга, она была госпитализирована в стационар, потому что наросла дыхательная недостаточность. И в стационаре она получала консервативную терапию, активную антикогулянтную терапию, антибактериальную, уже по поводу развившегося инфаркт пневмонии на тот момент в правом легком. Вердикт после консультации кардиохирурга и описания МРТ сердца, что это все-таки больше солидное образование, больше было признаков того, что это все-таки метастаз. И оперативно-хирургическая тактика ведения в данной ситуации нецелесообразна. Хочу отметить, что пациентка консультировалась как минимум в трех специализированных учреждениях медицинских городов с кардиологическим уклоном, там, где врачи, кардиохирурги, сосудистые хирурги рассматривают такие сложные ситуации. Только в одном предлагалась хирургическая тактика, но после совместного рассмотрения ситуации и, в принципе, прогрессирования опухолевого процесса на момент выявления этого осложнения заболевания, было все-таки принято решение в ожидательной тактике в отношении тромбоэмболии и этого образования сердца. Тем более, что на функцию сердечной деятельности это образование никак не влияло. Какое лечение начать? Нам нужен быстрый объективный ответ в данной ситуации. Учитывая, что у пациентки периодически возникала клиническая симптоматика, ее было сложно связать то ли с тромбоэмболией, то ли с образованием сердца, так и невозможно было это верифицировать, мы начали монотерапию таргетным препаратом доброфени в стандартной дозе. На момент начала лечения отмечалось значительное повышение уровня лактады и гидрогеназы. И через несколько, буквально дней, 8 дней от начала приема препаратов у пациентки появились стандартные, довольно часто выявляемые осложнения. Это лихорадка второй-третьей степени, причем со знобом, с выраженным. На этом фоне была отмена препарата на несколько дней до полного нормализации состояния. И с последующей редукцией дозы. Доза указана суточная, 225 мг, не просто так, потому что практически пациентке выдали препараты в дозировке 75 мг одна таблетка, чтобы она сразу могла редуцировать дозу и потом продолжать. Это тоже важно. Таблетки в разных дозировках. После нормализации состояния, уже в редуцированной дозе, пациентка продолжила прием препарата. Она, кстати, отметила сразу улучшение общего состояния. У нее уменьшилась дыхательная недостаточность на фоне начала таргетной терапии. Но опять возобновление лихорадки со знобами. Терапия была отменена. И одновременно пациентке потребовалось все-таки госпитализация в стационар с нарастающей дыхательной недостаточностью, где она провела 10 дней. И на фоне консервативной антикоагулянтной терапии состояние было нормализовано. Не было ухудшения по данным обследования тромбоэмболии, которая существовала. Образование в области правого желудочка сердца также было стабильно. Скорее всего, на фоне лихорадки и перепадов именно артериального давления и вот этих ознобов происходили какие-то общие метаболические процессы, которые влияли на развитие дыхательной недостаточности. После выписки пациентке встал перед нами вопрос, что с ней делать дальше. Она проконсультировалась еще и с кардиохирургами. Вот это ситуация, когда мы понимаем, что у нас есть вариант вообще не трогать пациентку, потому что никакого лечения не проводить. Но учитывая то, что прогрессирование опухолевого процесса оно будет продолжаться, принимает решение и пациент в том числе. И пациентка активно наставила на продолжение лечения. Она понимала все риски. Она понимала, что она должна находиться под пристальным, круглосуточным наблюдением, в случае чего сразу связываться со всеми возможными специалистами. Были найдены специалисты как кардиохирурги, так и сосудистые хирурги, куда она могла сразу также обращаться в случае дестабилизации общего состояния. И в январе, после перерыва ее нормализации общего состояния, мы продолжили терапию в редуцированной дозе до первой ступени. На тот момент, кстати, отмечалась нормализация уровня локтады гидрогеназа, что удивительно, до пределов нормы. Было выявлено через неделю от начала приема опять лихорадка второй степени, некропильность, которые протекали уже с более благоприятным клиническим течением. Доза была редуцирована до второй ступени, это 150 мг суточно. И после последней редукции никаких осложнений лечения больше не отмечалось. Все хорошо. Данный слайд демонстрирует рентгенологическую картину, как, в принципе, ухудшение после иммунотерапии, так и состояния на фоне терапии доброфенибом. Но это сложно сказать на фоне, потому что суммарно пациентка с ноября месяца получила лечение, ну дай бог, в течение, может быть, трех недель. Потому что были длительные перерывы в связи с осложнениями лечения, которые влияли на осложнение заболевания. Требовались и перерывы, и редукции доз, согласно алгоритмам. Также динамика забрюшенных лимфатических узлов. Я скажу, что даже на фоне этих прерывистых трех недель на вот это состояние перед началом таргетной терапии отмечалось уже уменьшение забрюшенных лимфатических узлов. В заключение, сейчас пациентка продолжает терапию с редукцией доз до второй степени. Желательных ливений у нее нет, она стала активной, она двигается, выходит гулять, очень рада этому. Она более не была госпитализирована ни с какими осложнениями заболевания, таких как тромбоэмболия, продолжает антикогулянтную совместную терапию. И было отмечено ухудшение процесса через 15 месяцев наблюдения уже после завершения предыдущего этапа иммуно-онкологического лечения. То есть мы, в принципе, вроде уже надеялись, что все будет хорошо и долго, но все равно было ухудшение. Потребовалось проведение таргетной терапии. Вот это та ситуация, когда она является палочкой-выручалочкой. Это действительно жизненные показания. Если не проводить в такой ситуации лечение, то улучшения точно не будет. Были осложнения лечения, которые влияли на осложнение заболевания. Но, тем не менее, с ними можно справляться. И действительно, как уже было сегодня отмечено, при таргетной терапии отмена препарата дает очень быстрый эффект в уменьшении осложнений лечения. Это очень благоприятный момент. То есть мы можем быстро скорректировать общее состояние пациентки, отмены препарата и дальнейшая редукция доз. Это очень удобно. Необходима всегда работа в мультидисциплинарной команде, особенно в таких сложных ситуациях, без участия узких специалистов, кардиохирургов, сосудистых хирургов с опытом лечения таких пациентов не обойтись. И это та ситуация, когда нужно быть постоянно, грубо говоря, на телефоне с пациентом. То есть надо постоянно контролировать ее общее состояние. Должен быть доступ к нескольким специалистам, чтобы при возникновении каких-то тяжелых осложнений или дестабилизации общее состояние можно было как-то скоординировать ситуацию, направить пациентку, сориентировать в дальнейших действиях. И на данный момент достигли стабилизации ее клинического состояния. Это первая точка, к которой мы стремились, первая цель. И на данный момент есть определенный контроль над опухолевым процессом. Сколько он продлится, мы не знаем. В марте ожидается контрольное обследование. Но, тем не менее, клиническая пациентка отмечает, что даже образование в лимфатических узлах периферических визуально становится меньше. То есть клиническое улучшение, оно сейчас есть. Спасибо за внимание. Сколько вопросов возникло, да, доктора? Пожалуйста. Начинайте. Спасибо, я ждала этот вопрос. Да, комбинированная таргетная терапия, она эффективнее. Но в данной ситуации решение о монотерапии было обдуманным. Потому что комбинированная терапия при соединении трометиниба имеет потенциально возможные осложнения, такие как гипертензия артериальная, что влияло бы, возможно, на ухудшение тромбоэмболии, которое имелось. Также влияние на фракцию выброса желудочка, да, тоже при комбинированной терапии процент больше. А сердечная функция у нее уже была скомпрометирована имеющимся образованием. Поэтому в данной ситуации это было осознанное решение о монотерапии одним препаратом, таброфенибом. С учетом того, что вызывание в сердце более стабильно и суммарное получение препаратов, вы сами сказали, что вот к началу января на не более трех недель, планируете дальше подключить в комбинацию или оставить так? Ну, пока нет. Честно скажу, не планируем. Планируем оставить один препарат. Во-первых, ну, срок для присоединения, по данным разных исследований, составляет, по-моему, три месяца, да, не более. Даже спустя один месяц, да, присоединение уже по эффекту оно не принесет пользы. А риски все равно останутся в комбинированной терапии. Поэтому у этой пациентки мы останемся на монотерапии одним препаратом. И еще один вопрос. Я понимаю, что у пациентки была закончена терапия неволомабом из-за того, что закончилась программа расширенного доступа. А если бы программа не закончилась, вы бы продолжили? На тот момент у нас уже стали появляться данные, что, ну, относительный срок 2 года, да, он сегодня стандартизирован, да, это 2 года лечения. Если мы достигли стойкого эффекта, да, будь то стабилизация, да, без изменения в течение нескольких контрольных последних обследований или полный регресс, или частичный регресс, мы можем остановиться через 2 года. Поэтому в тот момент, уже имея эту информацию, мы сознательно остановились на цифре даже больше, чуть больше, 26 месяцев она получала лечение суммарно. А вернуться мы сможем? Конечно, да. Вот это та ситуация, когда мы сможем вернуться потенциально и к иммуно-онкологическому лечению, и в дальнейшем, если потребуется нам когда-нибудь, да, если вдруг так произойдет, что на таргетной терапии будет ухудшение, в дальнейшем мы сможем вернуться и к таргетной терапии. И мы это понимаем, пациентка это знает, это придает ей спокойствие, да, мы знаем, что у нас есть опции для дальнейшего лечения. Здесь, конечно, риск тромбоэмболических еще осложнений достаточно высокий, да, поэтому нужно отдать должное отважности докторов, правда, назначая, потому что формально мы бы имели право не назначать все симптоматическое лечение. И я уверена, что большинство именно так бы и сделало. А я хочу еще спросить, скажите, пожалуйста, о попытке верифицировать, конечно, ни у кого не было. Этот вопрос тоже обсуждался, но даже в ведущих федеральных учреждениях, да, кардиологических, отказались, потому что любое вмешательство, оно потребует обширного хирургического объема операции. Это открытая операция с искусственным кровообращением, да, это надо понимать. Даже попытка верификации, она может привести к длительной реабилитации пациентки и, соответственно, невозможности получать противоопухолевую терапию. И иммуносупрессии, соответственно, что приведет к ухудшению ее онкологического, прогноза в отношении течения онкологического заболевания. Уважаемые коллеги, я думаю, что даже пару лет назад мы в таком бы случае даже бы не говорили. Меланома метастатическая с метастазом в полость сердца. С тромбоэмболией активная. С тромбоэмболией. Поэтому мы покрутили бы вокруг виска и сказали бы, все, на этом все закончено. Уважаемый коллега, да, вопрос ваш. Да, конечно. Архальный скинкологический диспансер, то есть тромбозы и тромбоэмболия, это актуальная проблема для наших пациентов. Вот я как раз хотела, вы предугадали мой вопрос, что все-таки существуют противопоказания. Но здесь, понятно, жизненные показания. Нет, мы имели право абсолютно не лечить. Однозначно. То есть 3-6 месяцев. И юридически, по всем показаниям, по всем показаниям. Стоит рисковать, не стоит рисковать. Но вы слышали, Екатерина Михайловна даже несколько раз повторяла, о риске больная предупреждена. Мало того, она настаивает, она готова идти на риски. Вот здесь просто берется. Вот вам реальная клиническая практика. Лечить, не лечить. И все-таки хотела спросить по срокам. То есть при острой, ну, при активной тромбоэмболии 3-6 месяцев у вас... По идее, мы должны с момента выявления начать активную антикоагулянтную терапию, под наблюдением врача-сосудистого хирурга-специалиста. Через месяц от начала антикоагулянтной терапии сделать контроль, нет ли у нас ухудшения именно по тромбоэмболии. Если стабильное состояние, то мы можем, в принципе, начинать активное противоопухолевое лечение. Это не только для меланомы. Это вообще, в принципе, как мы должны делать. Что касательно, я хотела отметить такой момент, что именно для тромбоэмболических осложнений и именно таргетной терапии при меланоме есть определенные тонкости в назначении варфарина. Здесь нужен контроль сосудистого хирурга и вообще, в принципе, контроль коагулограммы. Там могут быть взаимодействия, которые могут влиять на концентрацию варфарина, и риск кровотечения может повышаться. Что касательно других антикоагулянтных препаратов, там никаких рисков взаимодействия нет на сегодняшний день. То есть современные антикоагулянтные препараты, они безопасны. И здесь, конечно, мы имеем место с опухолевыми тромбами. Вы с нами согласитесь, наверное, да? Мы таких больных достаточно много видим с геремногенными опухолями. И они великолепно уходят, хорошо идут на назначение химиотерапии. И здесь больная отреагировала и сразу стала лучше. Это говорит о том, что, конечно, это носило опухолевый характер. Алексей Викторович, что-то Вы хотели сказать? Я еще хотела по аналогии с геремогенами сказать, что, конечно, комбинированная терапия, она важна, она более эффективна, но с учетом наличия опухоли в сердце, мы знаем прекрасно, что на таргетной терапии бывают массивные распады опухоли. И вот эта массивная распада опухоли в ее ситуации, он не менее опасен, чем, скажем так, как источник тромбоэмболии, чем само заболевание. Поэтому здесь меньшая скорость, ну, как бы скорость должна быть большой, но не очень большое наступление эффекта, чтобы не было именно таких вот непредвиденных, нежелательных явлений. Потому что у нас даже на монотерапии бывали случаи, когда именно из-за распада опухолевого очага возникало там либо кровотечение, либо кровоизлияние какое-то, которое требовало просто и госпитализации пациента и не всегда благоприятно заканчивалось, к сожалению. Поэтому, наверное, это в дальнейшем будет анализироваться опыт, но если брать аналогию с герминогенными опухолями, мы в исключительных случаях не начинаем с интенсивной терапии, потому что мы боимся большинного распада опухоли, надо начинать более медленно, чтобы потом иметь возможность провести лечение в полном объеме. С таргетной терапией, с брафингибиторами, может быть, вполне такая же ситуация. Это очень активные препараты, нам надо более последовательно, наверное, в некоторых случаях подходить к их назначению. И при назначении терапии в таких случаях мы обязательно консультируемся терапевтами, обязательно с терапевтами. Они нам дают свою резолюцию. У нас наши терапевты достаточно отчаянные, такие же, наверное, как мы. И в редких очень случаях говорят, что абсолютные противопоказания. На фоне идем на лечение, на фоне симптоматической терапии, в данном случае на антикогулянтной терапии. И если мы ожидаем все-таки, что мы поможем пациенту, идем на такой риск. Но этот случай достойен, наверное, такой презентации, чтобы просто задуматься. Стоит иногда, не стоит, будете рисковать, не будете рисковать. Это не стандарт абсолютно. Это нигде не прописано, как себя в этой ситуации вести. Это остается только на наших консилиум, на наших домыслах, на наших мыслях. Но, в конце концов, то, что добились, пациентка себя сейчас хорошо чувствует. В течение уже сколько времени выходит она? Ну, она вот сначала, с середины ноября начала уже непрерывную терапию. А до этого начали с сентября, да, выходят? Нет, где-то было выявлено в октябре месяце. И только в ноябре была начата терапия. Ну, во всяком случае, у нее, она могла уже не быть с нами здесь, на этом свете уже несколько раз, да, во всяком случае. Попытка сделана, а там уже как пойдет. Будем делать так, как положено в этой ситуации, как возможно. На редуцированных дозах. У нас с Алексеем Викторовичем была пациентка, которая получала две таблетки в день. Длительное время, год или полтора. Даже одну потом через день уже получала, а ответ сохранялся. Ведь таргетная терапия, посмотрите, как удивительно. Одна и та же доза назначается всем, да, маленькому, большому, с патологией, без патологии. И только потом мы начинаем тетровать эту дозу в зависимости от токсичности. И вот у пациентов, у некоторых, есть ответ на таких даже небольших дозах. Как у нее продлится, это покажет. Посмотрим. Есть вопросы еще, уважаемые коллеги? Спасибо. Спасибо всем. Да, спасибо. Итак, коллеги, мы подошли к концу. Включите, пожалуйста, последнюю презентацию. Мы не будем делать перерыва, потому что у нас осталось буквально несколько слов сказать. Итак, уважаемые коллеги, нужно поблагодарить компанию «Навартис», что она нам организовала, провела вот такую конференцию. Может быть, даже можно назвать ее «Школа». Этот процесс будет длительным. В течение двух лет. Сегодняшняя конференция, она первая. И будут продолжаться дальше вебинары. Будут выездные сессии. Специалисты будут выезжать на места. Проводить вебинары по поводу и сигнальных лимфатических узлов, и по поводу поддерживающей терапии. То есть вопросы могут быть разные. Мы ждем очень от вас какого-то ответа. Что вы хотите услышать, увидеть, какую помощь вы от нас видите. Может быть, вы, наоборот, нам чем-то обогатите наши знания и наш опыт, который мы имеем, потому что реальная клиническая практика, она определенная, и она приносит свой успех. И, как видите, мы до 2021 года расписаны уже наши мероприятия. Они, конечно, будут коррелироваться в связи с нашими желаниями. И конференция такая будет проводиться через год, уже, может быть, более с подробными какими-то данными. Если будет необходимость, мы встретимся и раньше. А пока у нас запланированы вебинары. То есть это мероприятие долгосрочное, которое поддерживается компанией «Новартиз» и «Институт онкологии» готов с вами сотрудничать. Это первое. Следующее. Что у нас ждет? Значит, в мае, 22-23 мая, «Меланома-Про» будет проводить очередную конференцию в Санкт-Петербурге в этот раз. Обычно она проводится в Москве, а в этом году в Санкт-Петербурге «Меланома-Про», вы знаете, организация, которая занимается диагностикой и лечением пациентов «Меланомой», коперирует докторов, специалистов, которые занимаются диагностикой и лечением пациентов «Меланомой» и возглавляет эту ассоциацию всем известный Лев Вадимович Демидов. Мы вот входим в правление этой организации и впервые будет в Санкт-Петербурге эта конференция проведена 22-23 мая в гостинице «Прибалтийская». А перед этим, за день до этого, мы проведем конференцию для северо-запада, для врачей северо-запада, тоже в этой же гостинице «Прибалтийская». Будет она однодневная, которая будет посвящена мультидисциплинарному подходу к лечению «Меланомы». Мы обычно проводим конференции, всегда, если вы помните, кто к нам приезжает в апреле. Два дня проводим в апреле конференции, но решили в этот раз проводить так часто, наверное, будет неудобно. И поэтому решили за один день до начала конференции «Меланома-Про» провести свое такое для северо-запада. Это будет небольшая когорта докторов, приедут где-то в пределах тоже 20-ти, и мы проведем такую научно-практическую конференцию с привлечением и хирургов, и химиотерапевтов для того, чтобы обсудить насущные вопросы. И что нас еще ждет? Конечно, «Белые ночи». А «Белые ночи» у нас будут с 25 по 28 июня тоже в гостинице «Прибалтийской», там же, где проходила и в прошлом году. И на конгрессе «Белые ночи» также будет сессия, посвященная «Меланоме». Мы подумаем, наверное, то, что в «Меланоме-Про» будут однозначно трудные случаи из практики, которую мы будем обсуждать, и подумаем, чтобы у нас программа на конгрессе «Белые ночи» для специалистов, которые занимаются «Меланомой», была интересна. Так что, уважаемые коллеги, мы подошли к сегодняшнему завершению уже нашей конференции. Мы с вами обсуждали очень много вопросов, начиная от эпидемиологии и диагностики, и хирургии. И сегодня целый день мы посвятили лекарственному лечению. И, как мы видим, вопросов, наверное, остается достаточно много, которые требуют своих ответов. Но, во всяком случае, какие-то основы и стандарты уже существуют, поэтому будем их придерживаться. И призываем вас к активному взаимодействию. Мы всегда готовы вам прийти, если нужно, на помощь и вместе решать проблемы. Спасибо вам всем большое. Спасибо. Все, спасибо всем тогда, да? Спасибо. Все, спасибо. Спасибо. Спасибо.